Ко времени его кончины в 1227 году, когда-то мальчик из восточной степи превратился в величайшего покорителя народов, когда-либо известного нашему миру. Он явно отличался от всех предыдущих военачальников кочевых народов. Чингисхан искренне видел свою миссию в завоевании всего мира. Покорение других народов, а не военная добыча или колонизация стала его целью, а все, что он завоевал, часто подвергалось организации в соответствии с определенной системой. При этом появлялась своего рода структура, заслуживающая название империя, в большей степени, чем это получалось у подавляющего большинства правителей кочевых государственных образований. Был он человеком богобоязненным, терпимым к приверженцам вероисповеданий, отличных от его собственного язычества, и, если верить одному из персидских историков, обычно привечал пользовавшихся любовью и уважением мудрецов и отшельников всех племен, считая такой подход к делу угодным Богу. Само собой разумеется, что он считал себя исполнителем священного предназначения. Такая религиозная эклектика Чингисхана играла большую роль, как и тот факт, что он и его сподвижники, за исключением некоторых турок, которые присоединились к ним, не были мусульманами, как сельджуки, когда они вторглись на Ближний Восток. Тут дело не только в принадлежности к христианам и буддистам. Среди монголов встречались и не историане, и буддисты, а в том, что монголы не принадлежали к религиозному большинству, образовавшемуся на Ближнем Востоке. В 1218 году Чингисхан повернул на запад, и эра монгольских вторжений открылась для Мавернахра с северным Ираном. Он всегда действовал продуманно, осмотрительно и заранее оценивал свои намерения, но могло случиться так, что свое первое наступление он предпринял из-за безрассудного поступка одного мусульманского принца, приказавшего перебить его посланников. Оттуда Чингисхан продолжил истребительный поход на Персию с последующим поворотом на север через Кавказ в южные пределы Руси и возвратился оттуда, замкнув кольцо вокруг Каспийского моря. Все это он совершил к 1223 году. Бухару и Самарканд, ратники Чингисхана, взяли, устроив резню горожан только ради того, чтобы, объятые ужасом жителей других городов, не посмели оказать им сопротивление. Капитуляция всегда считалась самым безопасным курсом в политике с монголами, и после нее несколько мелких народов продолжала спокойно жить, ограничиваясь принесением положенной дани и подчинением присланному монгольскому губернатору. После того поражения Мавернахру так никогда и не вернулось его место в исламском Иране. Христианская цивилизация подверглась испытанию отважными монголами, закончившимися поражением грузин в 1221 году и южных русских князей два года спустя. Причем эти зловещие события послужили всего лишь увертюрой к тому, что случилось дальше. Чингисхан умер на Востоке в 1227 году, но его сын и преемник Угадей снова послал свои войска на Запад сразу после завершения покорения народов Северного Китая. В 1236 году полчища его орды ринулись на территорию Руси. Под управлением внука Чингисхана Хана Батыя и военного стратега Субудая они взяли Киев и обосновались в низовьях Волги, откуда монголы организовали систему сбора податей с русских княжеств, куда не дошли. Между тем они ворвались на территорию католической Европы. Рыцари Тевтонского ордена, поляки и венгры все встали перед ними на колени. Краков спалили дотла, а Муравию стерли с лица земли. Передовой отряд монгольской конницы вторгся в Австрию, в то время как короля Венгрии преследовали на дорогах Хорватии и в конце концов вышли на границу Албании, но там их нагнал гонец с приказом возвращаться. Главные силы Батыя покинули Европу в 1241 году, когда пришло сообщение о смерти Угадея. Монголы отправились, чтобы отдать почести почившему хану и принять участие в выборе его преемника. Нового хана никак не получалось назначить вплоть до 1246 года. На той церемонии присутствовал францисканский монах, находившийся там в качестве посланника Папы Римского, а также великий князь Руси, султан Сельджуков, брат египетского султана Айюбидов, посланник халифа Аббасидов, представитель царя Армении и два претендента на христианский престол Грузии. Выборы не позволили решить проблемы, возникшие из-за разногласий среди монголов, и это случилось только с избранием в 1251 году другого хана, после того, как со смертью его предшественника закончилось короткое того правление, когда удалось подготовить сцену для нового монгольского похода. Новым вождем монголов стал еще один из внуков Чингисхана по имени Мунке. Ему предстояло стать одним из величайших ханов-монголов. Свои первые завоевательные походы он почти полностью направил на мусульманские земли, и по этой причине появился ничем не оправданный оптимизм среди христиан, которые к тому же отметили повышение несторианского влияния при монгольском дворе. Область, номинально все еще подчинявшаяся халифату, пребывала в состоянии неустроенности с начала похода в Чингисхана. Сельджук и Рома потерпели поражение в 1243 году, и они никак не могли восстановить свою власть. В условиях сложившегося безвластия относительно малочисленные местные монгольские войска проявили свою эффективность, а монгольская империя опиралась главным образом на вассалов среди многочисленных местных правителей. Очередную военную кампанию тогда поручили провести младшему брату хана, и начал он с переправы через Аму-Дарью в день наступления нового 1256 года. Разгромив по пути печально известную секту ассасинов, исмаилитов и незаритов, он двинулся на Багдад, где призвал халифа сложить оружие. Город взяли штурмом и подвергли разграблению последнего халифа аббасидов, убили. Так как существовало суеверие по поводу пролития его крови, халифа якобы завернули в ковер и затоптали до смерти лошадьми. То был тяжелый момент в истории ислама, так как по всему Ближнему Востоку христиане набрались храбрости и рассчитывали на свержение своих мусульманских повелителей, когда в следующем году монголы начали свое наступление на Сирию, мусульманам пришлось кланяться к кресту на улицах капитулировавшего Дамаска, а мечеть превратилась в христианский храм. Мамилюки Египта стояли следующими в списке подлежащих покорению народов, когда умер великий хан. Монгольский военачальник на Западе предпочел передачу власти своему младшему брату Кубилаю, находившемуся в далеком Китае. Но его сбили с толку и отозвали многих его ратников в Азербайджан, где они должны были ждать развития событий. Как раз на корпус ослабленной армии монголов напали мамилюки у Эйн-Джалуд, родник Голиафа, под Назаретом 3 сентября 1260 года. Монгольский полковой эс погиб, мамилюки посрамили легенду о непобедимости монголов, и во всемирной истории наметился поворотный момент. Для монголов эпоха завоеваний закончилась, и пришел черед их консолидации. Единству империи Чингисхана пришел конец. После гражданской войны наследие поделили между принцами его дома, оставив под номинальным верховенством его внука Хубилая, тогда хана Китая, которому досталась судьба последнего из великих ханов. Русский улус разделили на три части. Улус Золотой Орды, простирающийся от Дуная до Кавказа, на северо-востоке от него улус Хулагуидов, имя ему присвоили в честь первого его хана, а также Чагатайский улус на юге. Персидское ханство, где сначала правил брат Мунке по имени Хулагу, включало большую часть Малой Азии и простиралось по территории Ирака и Ирана до Амудари. За его пределами лежало Туркестанское ханство. Из-за ссор между этими государствами у мамилюков оказались развязанными руки, чтобы ликвидировать анклавы крестоносцев и отомстить христианам, скомпрометировавшим себя сотрудничеством с монголами. Возвращаясь к древней истории, все еще трудно понять, почему монголам на протяжении столь долгого времени сопутствовал успех. На Западе их преимущество состояло в совершенном отсутствии там хоть какой-то великой державы, такой, как Персия или Восточная Римская империя, способной противостоять им. Зато на Востоке они одержали победу над, несомненно, великим имперским государством Китаем. На руку им сыграло к тому же то, что им достались враги, между которыми не было единства. Христианские правители тешили себя надеждой на использование в шкурных интересах монгольской военной мощи в борьбе с мусульманами и даже против друг друга, в то время, как любой союз христианских цивилизаций с Китаем против монголов представлялся немыслимым из-за контроля монголами над каналами общения между ними. Терпимость к религиозному разнообразию, кроме периода неукротимой ненависти к исламу, тоже пошла монголам на пользу. Тем, кто подчинился им мирно, бояться было нечего. Потенциальные участники сопротивления могли обратиться к руинам Бухары или Киева, или пирамидам черепов на месте персидских городов. Своего успеха монголы во многом добились с помощью откровеннейшего террора, позволившего им победить многих своих врагов еще до попытки выйти на поле сражения. Тем не менее, их победы объясняются военной выучкой ратников и организационным талантом военачальников. Монгольский воин отличался жестокостью, безупречной выучкой и в бой его вел воевода, умевший использовать любые преимущества, предоставлявшиеся стремительными действиями конницы. Маневренность конницы в известной степени являлась результатом тщательного ведения разведки и планирования боевых действий перед выходом в поход на врага. Дисциплина их конницы и мастерство в применении приема фасады крепостей, которые, тем не менее, монголы предпочли избегать, придавали монгольскому войску стойкость большую, чем располагала ватага кочевых разбойников. По ходу продолжавшихся завоеваний в монгольское войско, к тому же, призывали специалистов из числа пленников. К середине XIII века в его рядах находились представители всех этнических групп. Лучшим из них поручали важные задачи, когда проводилась реорганизация завоеванных территорий для привлечения новых мобилизационных ресурсов и податей. При всей непритязательности его армии империя Чингисхана и в несколько меньшей степени его преемников представляла собой административную реальность на обширной территории. Одним из первых нововведений Чингисхана стал перевод монгольского языка на письмо с применением тюркского алфавита. Осуществил этот перевод один из его пленников. Монгольские правители всегда с готовностью перенимали навыки, становящиеся доступными для них в результате захватов новых территорий. Китайские государственные служащие организовали на завоеванных территориях в систему сбора податей, с изобретением китайцами бумажных денег, когда монголы пустили их в обращение персидской экономики в XIII веке. Произошел катастрофический спад в торговле, но эта неудача не стала типичным примером, делающим применение иностранных методов менее полезным. В такой великой империи ключом к власти служили пути сообщения. О максимально быстром движении курьеров и уполномоченных лиц заботились работники сети почтовых станций. Дороги способствовали еще и развитию торговли, и при всей их жестокости к жителям городов, оказавшим сопротивление, монголы обычно поощряли возрождение и оживление торговли от налогообложения, которые они получали денежные поступления. Азия познала своего рода режим пакс-монголика. Караваны с товарами купцов охраняли от разбойников патрули самих монголов, и таким образом преступники вставали на путь истины. Самые успешные кочевники из всех они не собирались позволять другим кочевникам испортить свою игру. Сухопутная торговля между Китаем и Европой на протяжении монгольской эры оставалась такой же беспрепятственной, как в любое другое время. Марко Поло считается самым известным из путешественников Европы, посетившим Восточную Азию в тринадцатом веке, и к тому времени, когда он отправился туда, монголы покорили Китай. Но еще до его рождения отец и дядя Марко Поло начали ездить в Азию, и их путешествия продолжались годами. Оба они считались венецианскими купцами, причем достаточно преуспевающими, чтобы снова отправиться в путь сразу после возвращения, прихватив с собой юного Марко. Морским путем торговля Китая с Европой осуществлялась через порт на острове Ормуз в Персидском заливе. Но львиная доля шелков и специй на запад шла караванными сухопутными маршрутами в Крым и Трапезунт, обеспечивавшие оптовую торговлю Византийской империи в последние века ее существования. Сухопутные маршруты контролировали ханы, и стоит отметить, купцы всегда выступали убежденными сторонниками монгольского режима. В отношениях с остальной частью мира монгольская империя послужила фактором, определившим фундаментальные предпосылки дальнейшего развития Китая. Его ханы считались представителями на земле одного небесного бога по имени Тенгри. Власть хана требовала подтверждения, причем поклонение прочим божествам воспринималось вполне терпимо. Зато дипломатия в западном ее понимании относилась к занятиям совершенно немыслимым. Наравне с китайскими императорами, которых им предстояло сменить на престоле, ханы считали себя олицетворением абсолютного единодержавия. Все те люди, которые добивались их аудиенции, должны были являться к ним в качестве челобитчиков. Послы считались посланцами данников, а не представителями правителей держав, равного с ханом положения, когда в 1246 году эмиссары, прибывшие из Рима, передали папские протесты по поводу бесчеловечного обращения монголов с жителями христианской Европы и совет ему покреститься, ответ нового великого хана прозвучал предельно откровенно. «Если вы не будете исполнять волю Бога, и если вы пропустите мимо ушей мое распоряжение, то я буду относиться к вам как к своему врагу, и в таком качестве я заставлю вас осознать свое место». По поводу крещения папе Римскому приказано было прибыть лично, чтобы служить хану. Такое послание касалось всех на земле, и уже другой папа Римский получил точно такой ответ анманкольского губернатора Персии год спустя. «Если ты не боишься лишиться собственной родины, тогда приезжай к нам лично, и отсюда продолжишь путь к тому, кто является хозяином всей земли. Если ты не приедешь, нам не дано знать, что тогда приключится. Будущее ведает один только Бог». Культурное влияние на монгольских правителей и их окружение оказывали не одни лишь китайцы. Сохранилось множество доказательств сильного влияния нестарианского крыла в христианстве на вельмож монгольского двора, и поэтому европейцы все-таки питали надежды на сближение с ханами. Одному из самых знаменитых европейцев, удостоившихся аудиенции хана, монаху-францисканцу Гильому де Рубруку, один армянский монах сразу после наступления нового 1254 года пообещал, что великого хана покрестят через несколько дней, но его обещание не осуществилось. Такая неудача нисколько не смутила Гильома. Он продолжал побеждать в спорах, которые вели перед ханом, защищая христианскую веру от мусульманских и буддистских представлений, проявляя при этом большую сноровку в искусстве риторики. В то время монголы как раз накапливали силы для штурма сразу двух мировых держав. Китая под властью династии Сун и мусульман, которых в 1260 году мамилюки наконец-то остановили на территории Сирии. Не то чтобы монголы прекратили попытки покорения Леванта. Ни один из завоевательных походов монголов успехом не увенчался. Увлекшись ссорами между собой, они слишком надолго предоставили мамилюкам свободу действий. По логике вещей, христиане сожалели о смерти Хулагу хана, который был последним правителем, представлявшим реальную угрозу Ближнему Востоку на протяжении многих десятилетий. После него Персией, сменяя друг друга, правили несколько ильханов или подчиненных ханов, занятых спорами с правителями Золотой и Белой Орды. Персия постепенно приходила в себя после вторжения иноземцев, пережитых в начале века. Как и на Востоке, монголы здесь управляли с привлечением местных сановников, а также проявляли терпимость к христианам и буддистам, хотя первоначально прибегали к гонениям на мусульман. Ясный признак перемен в относительном положении монголов и европейцев появился, когда ильханы предложили папе римскому участие в союзе против мамилюков. Когда в 1294 году в Китае умер Хубилай хан, оборвалась одна из нескольких еще остававшихся связей, которые скрепляли монгольскую империю. В следующем году ильхан по имени Газан позволил себе радикальный отход от монгольской традиции. Он принял ислам. С тех пор правителями Персии всегда назначались мусульмане. Но его поступок надежд не оправдал, и сам ильхан умер молодым, оставив многие проблемы нерешенными. Приобщение к исламу выглядело смелым ходом, но далеко недостаточным. Многие монголы почувствовали себя оскорбленными, и ханам оставалось рассчитывать на своих полководцев. Тем не менее, от состязания с мамилюками никто отказываться не собирался. Хотя в конце потерпев поражение, армии Газан хана взяли Алеппо в 1299 году. В следующем году за него молились в мечети Омейядов в Дамаске. Он числился последним ханом, попытавшимся воплотить в жизнь план завоевания монголами Ближнего Востока, составленный полвека назад, но в конечном счете потерпевшим поражение, когда мамилюки в 1303 году сорвали последнее монгольское вторжение в Сирию. Этот Ильхан умер в следующем году. В скором времени оказалось, что в Персии, тоже как и в Китае, монгольскому правлению представилась всего лишь краткая, образно говоря, золотая осень консолидации, прежде чем оно стало сходить на нет. Газан хан вошел в историю как последний достойный Ильхан. За пределами своих земель его преемники смогли оказывать совсем слабое влияние. Мамилюки терроризировали прежних союзников монголов, христианских армян, а Анатолия превратилась в яблоко раздора между различными турецкими князьями. Не приходилось уповать на помощь из Европы, где таяла иллюзорная мечта крестоносцев. Хотя держава монголов угасала, на Ближнем Востоке случились предсмертные судороги террора с появлением завоевателя практически равного великому Чингисхану. В 1369 году правителем Самарканда становится Тамерлан по прозвищу Тимур Хромой Тимур Э. Лянг. На протяжении 30 лет История Ильханов представлялась сплошной чередой между усобиц и споров относительно престола наследования. В 1379 году Тамерлан покорил Персию. Новый Хан во всем стремился подражать Чингисхану. По масштабам завоеваний и жестокости поведения он своему кумиру не уступал. Тамерлана можно назвать столь же великим вожаком войска. Однако таланта государственного деятеля, присущего его предшественникам, ему явно не хватало. В искусстве созидания он тоже себя не проявил. При том, что он со своим войском разорил Индию и разграбил Дели, с родными ему мусульманами он обходился так же жестоко, как с христианами, победил ханов Золотой Орды, разгромил Мамилюков с турками и присоединил к своей в отчине Месопотамию, а также Персию, после него мало что осталось. Его историческая роль, за исключением двух моментов, представляется ничтожной. Одним пагубным достижением следует назвать практически полное истребление азиатского христианства в форме Несторианской и Якобитской церкви. В разрез с монгольской традицией Тамерлан по происхождению был в равной мере тюрком и монголом, причем он совсем ничего не знал о кочевой жизни народов Центральной Азии, из которых вышел Чингисхан с его потворством христианскому духовенству. Единственное созидательное достижение Тамерлана представляется неумышленным. На какое-то время он продлил существование Византии, нанеся решительное поражение одному анатолийскому тюркскому народу, то есть османам, в 1402 году, он помешал им на некоторое время отправиться в смертельный поход против Восточной империи. Так выглядело направление, в котором двигалась история с тех пор, как монголы утратили способность к сохранению крепкой хватки на горле сельджуков Анатолий. Захватывающее зрелище монгольского нашествия на просторах от Албании до Явы до самой смерти Тимура в 1405 году трудно охватить глазом. Зато потом все представляется совершенно ясно. Перед тем монголов уже свергли с престола в Китае. Собственное наследие Тамерлана рассыпалось, Месопотамия в конечном счете, превратилась в Эмират Каракоюнлу, в переводе забавно звучащий как черно-баранный, в то время как его преемники некоторое время все еще держались за Персию и Мавернанахр. К середине 15 века Золотая Орда стремительно катилась к своему распаду. Хотя золотоордынцы все еще могли терроризировать население Руси, монгольская угроза Европе ушла в прошлое. К тому времени Византия находилась на последнем издыхании. На протяжении двух с лишним веков византийцы вели безуспешную борьбу за выживание, причем не только с могущественными исламскими соседями. Как раз европейцы первыми обкорнали Византию до крошечного клочка земли и разграбили ее столицу. После получения смертельного ранения в 1204 году она вообще превратилась в небольшое балканское государство. Один болгарский король воспользовался случаем, предоставившимся в тот год, чтобы обеспечить независимость своей стране, как одному из нескольких эфемерных государств-приемников, появившихся тогда. Кроме того, на руинах византийского государства образовалась новая западноевропейская морская империя Венеция, и выглядела она, как кукушка в гнезде, пребывание в котором надо было еще оплатить. Этот бывший клиент к середине XIV века вытащил из византийского наследия целый эгейский архипелаг островов с Родосом, Критом, Корфу и Хиосом. В течение того времени правители Венеции, к тому же, продолжали жестокую торговую и политическую борьбу со своим конкурентом в лице Генуи, которой самой к 1400 году достался контроль над южным побережьем Крыма и его богатая торговля с внутренними областями Руси. В 1261 году византийцы отбили свою столицу у франков. Они справились с этим с помощью османов, то есть державы, сделавшие Анатолию Тюркской. Два фактора могли бы сыграть на руку этой империи. Решающая фаза агрессии монголов прошла, хотя об этом никто не мог знать, так как продолжались нападения монголов на народы, которые служили для нее преградой, а на Руси существовала великая православная держава, служившая источником военной помощи и денег. Но нельзя игнорировать источники новые угрозы, переесившей благоприятные факторы. Византийскому возрождению в Европе в конце XIII века бросил вызов сербский принц, вынашивавший планы создания империи. Смерть настигла его прежде, чем ему удалось взять Константинополь, и он оставил империю в пределах всего лишь внутренних районов столицы и с осколком Фракии. В борьбе против сербов правителю империи еще раз пришлось обратиться за помощью к османам. Уже надежно укрепившись на азиатских берегах Босфора, в 1333 году турки овладели плацдармом в Европе у Галлиполи. Лучшим из всего, что могли предпринять последние 11 императоров из династии палеологов при этих обстоятельствах было ведение арьергардных боев. Они в 1326 году отдали османам все, что оставалось от Малой Азии, а дальше их ждала смертельная опасность. В Восточном Черноморье у них появился союзник в лице греческой Трапезунской империи, представлявшей собой крупное торговое государство, которому предстояло пережить саму Византию. Но в Европе они могли рассчитывать только на небольшую помощь. Венецианцы и генуэсцы с их амбициями, к тому времени доминировавшие в торговле даже самой столицы, а также король Неаполя предоставили Византию короткую передышку. Один император от отчаяния принял папскую власть и пошел на воссоединение с римской церковью. Такая политика дала мало хорошего, зато собственное духовенство настроилось против своего монарха, и его преемник отказался от нее. Религия все еще служила причиной раскола христианского мира. По мере того, как истекал XIV век, у византийцев все больше углублялось чувство обособления от остального мира. Они сознавали себя брошенными на волю язычникам. Попытка использовать западных наемников из Каталонии закончилась только тем, что они напали на Константинополь и к тому же в 1311 году образовалось еще одно отколовшееся государство каталонское герцогство Афины. Редкие победы, когда удавалось вернуть какой-нибудь остров или провинцию, не меняли ни общую тенденцию этих событий, ни пагубность последствий случайной гражданской войны внутри империи. Верным своим традициям грекам удавалось даже в таких крайностях предавать проявлениям текущей борьбы за выживание теологическое измерение. На эти беды наложилась чума. В 1347 году уничтожившая одну треть остававшегося населения империи. В 1400 году, когда император отправился по дворам Западной Европы в поисках помощи, а получил он совсем немного денег, ему подчинялись только Константинополь, Салоники и Морея, средневековое название полуострова Пелопонес. Многие в Европе теперь говорили о нем как об так называемом императоре греков, забывая о том, что он все еще номинально оставался императором римлян. Турки окружили его столицу со всех сторон и уже предприняли было первую попытку штурма. Вторая попытка случилась в 1422 году. Император Иоанн Восьмой Палеолог предпринял последнюю попытку преодоления мощнейшего барьера на пути сотрудничества с Западной и Центральной Европой. В 1439 году он отправился к Вселенскому собору, заседавшему во Флоренции, и там согласился на папское первосвященство и договорился о союзе с Римом. Западный христианский мир предался ликованию. Звонили во все колокола приходских церквей Англии, но православный Восток их ликование не разделял. Решения того собора прямо противоречили православной традиции. Слишком много стояло на их пути. Папская власть равенство епископов, обряд и догмат. Влиятельнейшее греческое духовенство отказалось от участия в том Вселенском соборе. Большое число тех, кто участвовал, подписали форму унии, кроме одного. Его, обратите внимание, позже причислили к лику святых, но многие из них покаялись, когда вернулись домой. Лучше, заявил один византийский саномник, видеть в городе власть турецкого тюрбана, чем диктат латинской тиары. Покорность папе римскому большинству греков казалось актом вероотступничества, ведь теперь они отрекались от истинной церкви, традиции которой сохранялись в православии. В самом Константинополе избегали священников, известных тем, что одобрили решение собора. Императоры проявляли лояльность к соглашению с римлянами, но прошло тринадцать лет, прежде чем они посмели публично объявить о союзе с Римом. Единственная польза от подчинения Риму состояла в поддержке папой римским последнего крестового похода, завершившегося катастрофой в 1441 году. Представители западного и восточного христианского мира не могли действовать сообща. Мир язычников пока еще сохранялся где-то на дальних задворках Европы. Французов и немцев полностью поглотили их собственные дела, в Венеции и Генуе усматривали собственные интересы в союзе с османами, направленном против тех же французов с немцами. Даже русичи, измотанные татарами, мало чем могли помочь Византии, так как их отрезали от прямого контакта с империей. Османами в Европе навязали один из тюркских народов, появившийся в результате краха римского султаната. Когда пришли сельджуки в приграничных областях между распущенным халифатом Аббасидов и Византийской империей, они нашли множество непрекаянных, набожных и идейных мусульман, называвшихся газиями, иногда тюрками по происхождению, независимыми людьми, извлекавшими выгоду из ослабления великой державы. Их жизнь была полна опасностей, и во время возрождения Византийской империи в X веке кое-кому из них досталось место в этом процессе. Беда в том, что они слабо поддавались навязываемой им власти. Многие пережили эпоху сельджуков и извлекли пользу из поражения тех же сельджуков, нанесенную им монголами, в то время, когда Константинополь находился в руках католиков. Одним из этих гази считается турок-осман, принадлежавший возможно к племени огузов. Он продемонстрировал редкие лидерские способности и предприимчивость, поэтому к нему потянулся народ. Его качества вожака проявились в преобразовании значения слова гази. Оно стало восприниматься как борец за веру. Фанатично преданных жителей пограничной полосы, ставших последователями Османа, отличал совершенно определенный духовный напор. Некоторые из них находились под влиянием особенной мистической традиции внутри ислама. Они к тому же создали в высшей степени характерные для них собственные атрибуты власти. У них существовала военная организация наподобие купеческих гильдий или религиозных орденов средневековой Европы, и существует предположение о том, будто европейцы набрались опыта в таких делах у османов. Их положение на интересном стыке полухристианской и полуисламской культуры должно было служить стимулом для формирования их честолюбивых намерений. Откуда бы не исходил их наступательный порыв, список покоренных османами народов выглядит весьма убедительным в сравнении с достижениями арабов и монголов. В конце им предстояло снова собрать под властью одного правителя все земли прежней Восточной Римской империи и добавить к ним кое-что от себя. Первый турецкий султан появился в начале четырнадцатого столетия. Его звали Орхан Первый и он приходился сыном Осману Первому. При нем началось заселение отвоеванных земель, которым в конечном счете предстояло служить основой османской военной мощи. Как и образованные им корпуса так называемых Янычар, появление нового корпуса пехоты, необходимого Орхану для ведения войны в Европе, ознаменовало важный этап эволюции Османской империи с отходом от традиций кочевого народа, как прирожденных конников. Еще одним сигналом к тому, что обстановка входила в обычное русло, следует назвать выпуск Орханом первых османских чеканных денег. К концу жизни он правил мощнейшим государством Малой Азии после свержения Сельджуков, которая выглядела могущественнее некоторых европейских. Орхан первый пользовался достаточным авторитетом, чтобы его три раза просила помощи византийский император, и в жену он взял одну из дочерей этого императора. Два его преемника постепенно поглотили Балканы, покорили Сербию и Болгарию. В 1396 году они провели очередной так называемый крестовый поход против них и продолжили овладение Грецией. В 1391 году османы начали свою первую осаду Константинополя, которую успешно вели на протяжении шести лет. Между тем Анатолию османам удалось поглотить с помощью комбинации войны и дипломатии. Но случилась и одна большая осечка, когда османы потерпели поражение от Тамерлана, из-за которого возник тупик престола наследования и чуть не произошло расползание Османской империи. Тогда получилось достигнуть прогресса. А страдания теперь достались Венецианской империи. Но для византийца и турка без разницы та борьба по существу была борьбой религиозной и ее целью ставилось овладение Константинополем, тысячу лет служившим столицей христианской веры. Как раз при Мехмеде Втором, названном завоевателем, в 1453 году Константинополь перешел под власть турок, а западный мир при этом содрогнулся. Эта великая победа была достигнута в силу истощения ресурсов Византии и благодаря личным достижениям Мехмеда, преодолевшего все стоявшие перед ним препятствия. К тому времени уже наступила эпоха оружейного пороха, и Мехмед завоеватель нанял инженера Венгра, построившего для султана гигантскую пушку, обслуживание которой представляло такую сложность, что для ее перевозки требовалась упряжка из ста валов, и выстреливать из нее можно было всего лишь семь снарядов в день. Помощь Венгра христиане категорически отрицают, хотя плата, которую он запросил, составляла четверть того, что ему дал Мехмед. С применением артиллерии у султана получилось не очень ловко. Мехмеду лучше удавалось обходиться общепринятыми методами, безжалостно подгоняя своих солдат в наступление и подвергая беспощадному истреблению тех, кто уклонялся от штурма позиций врага. Наконец он приказал вынести на сушу семьдесят судов, чтобы расположить их позади императорского эскадрона, охраняющего бухту Золотой Рог. Решающий штурм Константинополя начался в первых числах апреля 1453 года. Спустя без малого два месяца, вечером 28 мая, римские католики и православные вместе сошлись в соборе Святой Софии, являя фантастический сюжет религиозного воссоединения, император Константин XI, 80-й, правитель династии палеологов, после вошедшего в историю Константина Великого, принял причастие перед тем, как обрести достойную смерть в бою. Вскоре после этого все закончилось. Мехмед вошел в город, направился к собору Святой Софии и там приказал установить триумфальный трон. Церковь, когда-то служившая вместилищем души православия, превратилась в мечеть. Это был только первый шаг. Знамени османских побед предстояло подыматься все выше и выше. За вторжением на территорию Сербии в 1459 году практически тут же последовало покорение Трапезунтской империи. Каким бы неприятным это покорение не показалось его жителям, оно удостоилось бы всего лишь сноски в конце свитка с перечислением турецких завоеваний, не ознаменуй к тому же конец эллинизма. В этой отдаленной точке на юго-восточном побережье Черного моря в 1461 году мир греческих городов, появившихся ратными трудами Александра Великого и сдал свой последний вздох. Так закончилась эпоха, о которой один гуманист из Папримских сожалел, как о второй смерти Гомера и Платона. Свои слова он подкрепил действием, приняв на себя командование армии крестоносцев, но умер он прежде, чем она покинула лагеря в провинции Анкома. Турецкие завоевательные походы продолжались из Трапезунда. К 1463 году турки берут под свое крыло Пелопонез, Боснию и Герцеговину. Албания и острова Ионического моря последовали за ними в ближайшие двадцать лет. В 1480 году они захватили итальянский порт О-Транто и удерживали его в течение почти года. В 1517 году случилось покорение турками Сирии и Египта. С остатками Венецианской империи пришлось повозиться подольше. Но в начале шестнадцатого века турецкая конница стояла под Веченцей. Белград капитулировал перед ними в 1521 году, а год спустя покорился Родос. В 1526 году в битве при Мойхаче турки истребили армию венгерского короля, и то сокрушительное поражение до сих пор вспоминается как черный день венгерской истории. Еще через три года турки впервые организовали осаду Вены. В 1571 году перед ними пал Кипр, а без малого через сто лет Крит. К этому времени турки проникли глубоко внутрь территории Европы. Они снова осадили Вену в 17 веке. Их вторая неудача с взятием этого города стала высшей точкой прилива турецких завоеваний, но они все еще завоевывали новые территории в Средиземноморье до 1715 года. Между тем они отобрали Курдистан у Персии, с правителями которой никак не могли прекратить споры с самого момента появления там новой династии в 1501 году и посылали армии далеко на юг до Адена. Османской империи предназначалась уникальная роль в судьбе Европы. Османы, как никто другой, смогли разделить этот континент на части, обозначив траекторию истории ее восточной и западной половины. Решающим моментом следует назвать то, что в Османской империи сохранилась церковь и отношение к ней было терпимое. При этом удалось сберечь наследие Византии для ее подданных славян и, разумеется, покончить со всеми поползновениями на верховную власть патриарха Константинополя, одновременно со стороны католиков и священников национальных православных церквей Балкан. За пределами прежней Римской империи остался только один главный центр православия. Обратите внимание, православная церковь теперь стала наследием Руси. С учреждением Османской империи Европа на какое-то время оказалась запертой и лишенной выхода к Западной Азии и Черному морю, то есть ей в значительной мере перекрыли сухопутные пути, ведущие в Восточную и Центральную Азию. Винить европейцам оставалось только самих себя. У них не получилось и никогда не получится объединяться на деле борьбы против турок. Византию просто бросили на произвол судьбы. Кто заставит англичан любить французов? Кто объединит генуэзцев и арагонцев? В отчаянии вопрошал один из римских пап. Чуть позже очередной его преемник выяснял возможность обращения за турецкой помощью в противостоянии Франции. Все же такой вызов пробудил совсем новую реакцию, так как даже еще до падения Константинополя португальские суда брали курс на юг вдоль африканского побережья, а их капитаны искали морской путь за специями Азии, а также по возможности африканского союзника, чтобы обойти турок с юга. Люди размышляли по поводу возможного пути в обход исламской преграды с 13 века, только необходимыми транспортными средствами для этого они еще не обладали. Один из парадоксов истории заключается в том, что такие средства должны были появиться, когда османская держава достигла своего максимального могущества. В османских границах образовалась новая многонациональная империя. Мехмед Первый был человеком широких и совсем непостоянных симпатий, и туркам было трудно понять его попустительство по отношению к неверным. Он приказал убить мальчика, крестника императора, только потому, что тот отверг его домогательство, зато позволил отряду кретян, отказавшихся капитулировать, уплыть морем после падения Константинополя. Из-за того, что те заслужили его восхищение своим мужеством, он вроде бы не возражал по поводу поликонфессионального общества. Он вернул греков в Константинополь из Трапезунда и назначил нового патриарха, при котором грекам в конечном счете предоставили своего рода самоуправление. Отношения к евреям и христианам отличались в лучшую сторону по сравнению с отношением испанских христиан к евреям и мусульманам. Константинополь остался великим космополитическим городом и при населении семьсот тысяч человек в 1600 году самым большим городом во всей географической Европе. На заре своего правления османы к тому же не противились ассимиляции редких народностей того времени, предоставив им возможность присоединения к османскому государству и, часто в процессе этого, к превращению в турков. Вероятно, что это дело имело непосредственное отношение к смешению народов как явлению характерному для тюркской самости уже при прежних тюркских империях. В некоторых случаях в интересах ассимиляции применялась сила, за счет которой формировалась новая национальная идентичность. Но в подавляющем большинстве случаев ассимиляция продолжалась на протяжении долгого времени, которое потребовалось, когда у большинства жителей Анатолии сначала сформировалось тюркское, а затем турецкое национальное самосознание вне зависимости от наличия тюркской родословной или ее отсутствия. Для остальных жителей превращение в турка означало обращение в мусульманство и переход в услужение османской династии. Последний римский православный градоначальник Канина в Южной Албании по имени Георгий провозгласил себя турком в 1398 году. Так что в итоге за его семью эта должность сохранялась до 1943 года. Причем османы предоставили его родственникам и потомкам массу должностей местных чиновников плюс трех территориальных губернаторов четырех фельдмаршалов двух турок одного египтянина одного грека и заодно великого визиря. Таким образом османы восстановили великую державу в Восточном Средиземноморье и шестнадцатый век стал великим для исламской империи столетием. Подобное происходило не только в Европе и Африке. Пока османы восстанавливали нечто похожее на Византийскую империю, новая держава, тоже напоминавшая о прошлом времени, появилась в Персии. Между 1501 и 1722 годами в Персии правила династия Сефавидов, объединившая все персидские земли впервые с времен вторжения арабов, свергших Сасанидов. Сами Сефавиды, как и их предшественники, персами не были. Со времен Сасанидов получалось так, что завоеватели приходили и уходили. Непрерывность персидской истории, между тем, обеспечивалась культурой и религией. Границы Персии определялись географией, ее языком и исламом, а не сохранением национальных династий. Сефавиды вели свое происхождение от тюрков, точнее, гази, как и османы, и преуспели одинаково, сторонясь возможных соперников. Первым правителем, которого они дали Персии, был Исмаил, Сефавид. Он приходился потомкам племенному вождю шестнадцатого века, подарившему имя всему роду. Сначала Исмаил слыл всего лишь самым успешным вожаком группы воинственных тюркских племен и совсем не походил на тех военачальников с запада, пользовавшихся точно такими же возможностями. Наследие тимуридов с середины пятнадцатого века растаскивали по частям. В 1501 году Исмаил нанес поражение племенной конфедерации, известной как Ак-Ко-Юн-Лу, дословно «белобаранные», вошел в Тебриз и объявил себя шахом. За двадцать лет он сформировал устойчивое государство и к тому же вступил в затяжную конфронтацию с османами, при этом даже обращался за поддержкой в борьбе против них к Священной Римской империи. В его борьбе существовало религиозное измерение, поскольку сефивиды относились к шиитам и в Персии тоже внедлили шиизм. Когда в начале шестнадцатого века халифат перешел к османам, они возглавили мусульман-суннитов, которые видели в халифах истинных толкователей и наставников своей веры. Таким образом, шииты автоматически стали врагами османов. Учреждение Исмаилам вероисповедания своего толка в Персии придало новую особенность цивилизации Персии, которая отводилась великая роль в ее предохранении. Его ближайшим преемникам пришлось несколько раз отбивать нападение турок, прежде чем в 1555 году удалось заключить мир, после которого Персия осталась нетронутой. Зато открылся путь в Мекку и Медину для хаджа персидских паломников не обошлось к тому же без внутренних проблем и борьбы за престол. Но в 1587 году на него взошел один из самых одаренных персидских правителей Шах Аббас I Великой. При его правлении династия Сефавидов достигла зенита славы. Он добился больших успехов с политической точки зрения и в военном отношении, победив узбеков и турок, а также возродив старые племенные привязанности, из-за отсутствия которых ослабла власть его предшественников. Аббас сумел воспользоваться предоставленными ему важными преимуществами. Османы погрязли в проблемах на Западе, потенциал Руси сошел на нет в силу внутренних невзгод, и могольская Индия клонилась к закату. Ему хватило ума, чтобы увидеть, каким образом настроить Европу против турок. И все же благоприятное стечение обстоятельств с точки зрения расстановки внешних сил не породило у него честолюбивых намерений по завоеванию мирового господства. Сефевиды отказались последовать примеру сосанидов. Они никогда не предпринимали наступательных походов против Турции с другой целью, кроме как ради возвращения ранее утраченного, и они не двинулись на север через Кавказ на Русь или дальше Мавероннахра. Персидская культура пережила захватывающий расцвет при Шахе-Аббасе, построившем новую столицу в Исфахане. Ее красота и роскошь поражали воображение европейских гостей. Литература пережила небывалый творческий подъем. Единственную зловещую ноту привносила религия. Шах настоял на отмене религиозной терпимости, которая до тех пор характеризовала исправление сэфовидов, и ввел принудительное обращение в шиитскую веру. Введение системы религиозной нетерпимости его решение пока не означало. Все произошло несколько позже, но это на самом деле свидетельствовало о том, что сэфовидская Персия сделала значительный шаг в сторону упадка и в направлении передачи власти в руки религиозных деятелей. После смерти Шаха Аббаса в 1629 году события стремительно приняли поворот к худшему. Его никудышный преемник явно ничего не замечал, предпочтя уединение Гарема и его телесные удовольствия, в то время как традиционный блеск наследия сэфовидов маскировал фактически крах престола. Турки в 1638 году снова взяли Багдад, в 1664 году поступили первые предзнаменования новой угрозы. Казаки своими набегами начали терзать Кавказ, а в Исфахан прибыла первая русская миссия. Западные европейцы уже давно познакомились с Персией. В 1507 году португальцы утвердились в порту на острове Ормуз, где Исмаил обложил их данью. В 1561 году один английский купец по суше добрался до Персии из России и открыл англо-персидскую торговлю в начале 17 века. Эти отношения укрепились и к тому времени англичане находились на службе у Шаха Аббаса. Это было проявлением его поощрения отношений с Европой, где он надеялся найти поддержку в борьбе против османов. Растущее английское присутствие там пришлось совсем не по душе португальцам. Когда началась деятельность английской остынской компании, они совершили нападение на ее агентов, но потерпели неудачу. Чуть позже англичане с персами объединили усилия, чтобы прогнать португальцев с Ормуза. К этому времени представители остальных европейских стран тоже стали проявлять интерес к Персии. Во второй половине 17 века французы, голландцы и испанцы стали проникать в сферу персидской торговли. Персидские шахи даже не догадывались о возможности стравливания иноземцев в игре друг против друга. В начале 18 века Персия внезапно подверглась сразу двум кровавым нашествиям иноземцев. Афганцы подняли восстание и образовали независимое сунницкое государство. Подпитка мятежа во многом происходила за счет религиозного антагонизма. С 1719 по 1722 годы афганцы находились в состоянии войны с шахом Сефавидов. В том же году он отрекся от престола и на него взошел афганец по имени Махмуд, тем самым на какое-то время покончив шиитским правлением в Персии. Как бы там ни было, но в нашем повествовании нам придется забежать немного вперед, так как русские с большим интересом наблюдали за процессом ослабления Сефавидов. Русский властитель направлял свои посольства в Исфахан в 1708 и 1718 годах, затем в 1723 году под предлогом вмешательства в процесс престола наследия русские захватили Дербент и Баку, а также получили от побежденных шиитов обещание намного большего. Османы решили не отставать от русских и, захватив Тифлис, договорились с ними в 1724 году о разделении Персии. Этому когда-то великому государству грозил кошмарный конец. В Исфахане по приказу Шаха, к тому времени лишившемуся рассудка, случилась резня жителей, сочувствовавших Сефавидам. В ближайшее время предстояло заключительное персидское возрождение при последнем великом азиатском завоевателе Надир-Кули, Надир-Шахе Авшари. Но, при том, что он вроде бы восстановил Персидскую империю, дни, когда на иранском плато находилась держава, от которой зависел ход событий далеко за ее пределами, прошли, и только в двадцатом веке к ней вернулось былое влияние, но не армии будут служить Ирану рычагами политики. По сравнению с Византией или исламским халифатом, Европа к западу от Эльбы на протяжении многих веков после краха Римской империи представляла собой практически ничтожное захолустье всемирной истории. Города, в которых проживало ничтожное меньшинство ее народа, европейцы построили между городами оставленными римлянами или на их развалинах. Ни один из этих городов нельзя даже близко поставить по великолепию с Константинополем, Кордовой или Багдадом. Немногочисленные выдающиеся деятели европейских народов чувствовали себя загнанными в угол, остатками былой роскоши, кем они в известном смысле и были. Поборники ислама отрезали их от Африки и Ближнего Востока. Арабы своими набегами опустошали их южное побережье. С восьмого века участились набеги на северное побережье, долины рек и острова со стороны скандинавских народов, проявивших странную и неожиданную для них тягу к насилию. Мы привыкли называть этих разбойников викингами. На Востоке повсюду появились новые народы из Центральной Евразии, вторгавшиеся в пределы или проходившие транзитом. Европе пришлось формироваться в мире, где все казалось в постоянном движении. Основание для новой цивилизации приходилось закладывать во времена, когда очень многое от прошлого казалось утраченным, а то, что пришло ему на смену, представлялось вызывающим и враждебным. Европейцам предстояло долгое время заниматься заимствованием культурных достижений из-за рубежа. Потребовались века, прежде чем европейская архитектура достигла такого уровня, что ее можно было сравнить с архитектурой классического средиземноморского прошлого, с архитектурой Византии или азиатских империй, когда европейцы смогли позаимствовать стиль византийской Италии и стрельчатую арабскую арку, ведь до сих пор ни одна наука, ни одна школа в Европе не могла достойно сравниться с наукой и любой школой арабской Испании или Азии. Неспособным оказался западный христианский мир и на то, чтобы создать толковое политическое единство или теоретическое обоснование державы, такой как Восточная Римская империя и халифаты. В течение многих веков даже величайшие европейские короли оставались всего лишь дикими воеводами, которым люди шли за защитой и из страха оказаться в худшем положении. Под влиянием ислама хоть что-то вполне могло выглядеть лучше. Временами такой результат должен был казаться возможным, так как арабы утвердились не только в Испании, но и на Сицилии, Корсике, Сардинии и Балиарских островах. И долгое время казалось, что они способны двинуться дальше. Они могли предложить намного больше, чем скандинавы, однако в конечном счете эти северяне оставили больше своих отметок на телах королевств, провозглашенных древними переселенцами. Что же касается славянского христианского мира и Византии, то их по культурному признаку разделила католическая Европа, а вклад их выглядит совсем незначительным. Зато они послужили буфером, оградившим Европу от ужасов нашествия восточных кочевников и ислама. Мусульманская Русь сыграла бы совсем иную роль в истории всего мира. Западный христианский мир перед десятым веком нашей эры занимал приблизительно половину Пиренейского полуострова, всю территорию современной Франции и Германии к западу от Эльбы, Богемию, Австрию, Итальянский материк и Англию. По краям этой области лежали дикие, но христианские Ирландия, Шотландия и Скандинавские королевства, которые находились и будут находиться в ближайшие двести лет в состоянии постоянного изменения. Слово Европа применительно к этой области начало звучать в десятом веке. В испанской летописи о победителях в семьсот тридцать втором году написали как о европейцах. Область, которую они занимали, совсем не имела выхода к морю. При том, что Атлантика считалась широко открытой, норвежские поселения к западу от Исландии ушли под воду, в то время, как западное Средиземноморье, служившее путем к остальным цивилизациям и торговле с ними, числилось Арабским озером. Один только узкий канал морского сообщения со все более враждебной Византией нес в Европе некоторое освобождение от внутренней замкнутости существования ее народов. Люди там больше привыкли к лишениям, чем к неограниченным возможностям. Они теснились под властью разношерстной воинственной прослойки, нужной им для защиты их жизни и имущества. К десятому веку жизнь в Европе вроде бы наладилась, мадьяры угомонились, арабам можно было бросить вызов на море, а викинги стали на путь приобщения к христианству, хотя все еще представляли собой сложную и необузданную воинственную силу. Приближение тысячного года не означало ничего знаменательного для большинства европейцев. Они даже не ведали о таком факте, поскольку отсчет лет с момента предполагаемого рождения Христа никаким правилом не признавался. Тот год может служить, пусть даже очень приблизительно, меткой наступления новой эпохи, независимо отзначения этой даты для современников или его отсутствия. Можно было наблюдать не только начало ослабления влияния на Европу угнетающих факторов, но и некоторые признаки возрождения. Вроде бы вставала на свое место кое-какая основополагающая политическая и социальная структура, и у европейской христианской культуры уже появился особый колорит. В одиннадцатом столетии ожидалось начало эпохи революционного развития и приключений, для которой на протяжении столетий, иногда называемых темными веками и средневековья, готовились расходные материалы. Для понимания всего того, что тогда происходило, воспользуемся в качестве наглядного пособия «картой». Задолго до этого уже полным ходом шли три великих процесса, которые должны были послужить формированию европейской карты, известной нам сегодня. Одним из них считается культурный и нравственный отход от традиций Средиземноморья, служившего центром классической цивилизации. Между пятым и восьмым веками сам центр европейской жизни, поскольку таковой существовал, переместился в долину Рейна с его притоками. Увлеченные грабежами на морских путях в Италию и отвлеченные на Византию в седьмом и восьмом веках арабы, к тому же посодействовали перемещению ядра Европы назад, туда, где позже появится центр новой энергичной цивилизации. Второй процесс потребовал больше времени. Он состоял в постепенном наступлении христианства и заселении Восточной Европы. Далекое от завершения к тысячному году наступление христианства продолжалось, и его передовые отряды к тому времени вышли далеко за пределы старой римской границы. Третий процесс определялся ослаблением нажима извне. Мадьяр начинали вовлекать во все процессы в X веке. Норманы, которым предстояло в конечном счете поставлять правителей Англии, Северной Франции, Сицилии и некоторых народов бассейна Агейского моря, пришли с последней волной экспансии скандинавов, заключительная фаза которой пришлась на начало XI века. Европа перестала выглядеть простой добычей пришельцев извне. Правда, даже двести лет спустя, когда Европе угрожали монголы, такое ощущение приходило с большим трудом. Тем не менее, к тысячному году она лишалась своей былой эластичности. Западный христианский мир можно представить разделенным на три крупные группы. В центральном районе, сформировавшемся вокруг Рейнской долины, предстояло появиться будущей Франции и Германии. Еще тогда существовала западная средиземноморская прибрежная цивилизация, охватывавшая сначала Каталонию, Лангедок и Прованс. Со временем и по мере возрождения Италии с постримских веков данная цивилизация распространилась дальше на восток и юг. Третья Европа представляла собой что-то наподобие многообразной периферии на западе, северо-западе и севере, где можно отыскать первое христианское государство Северной Испании, появившееся после Вестгодского периода. Англии с ее независимыми кельтскими соседями, Ирландии, Уэльса и Шотландии и последними следует назвать скандинавские государства. Категоричность при оценочном взгляде на такую картину неуместна. Встречались области, которые можно бы отнести к тому или другому из этих трех регионов. Среди них Аквитания, Гасконь и иногда Бургундия. Тем не менее, существование таких различий нам представляется полезным. Существенное отличие между названными регионами сложилось на основе исторического опыта, а также в силу богом данного климата и этнической группы. Разумеется, подавляющее большинство населяющих их людей даже не подозревали, на территории которого из трех они живут. Их, конечно же, больше интересовали различия между ними и их соседями в ближайшей деревне, чем те же различия между их областью и той, что по соседству. Смутно представлявшие свою причастность к христианскому миру, очень немногие задумывались даже о самой приблизительной концепции того, что лежало в пугающей тьме, окружающей их утешительную веру. Своим происхождением центр средневековой Западной Европы обязан наследию франков. Там было меньше городов, чем на юге, и они не играли большой роли. Жители поселения типа Парижа крах торговли беспокоил меньше, чем, скажем, жителей Милана. Жизнь протекала на земле, и аристократами становились успешные воеводы, превратившиеся в земле владельцев. С такой основы франки начали колонизацию Германии. Они отстояли свою церковь, укрепили и передали по наследству традицию монархии, ведущей родословную от магических полномочий правителей династии Меровингов. На протяжении веков государственные структуры оставались хрупкими и зависящими от сильных королей. Управление выглядело исключительно личным занятием. Методы и атрибуты государственного управления франков устарели. После Хлодвига, при том, что династическая преемственность сохранялась, сменявшие друг друга обнищавшие и поэтому никчемные короли, довели дело до того, что укоренившиеся на земле аристократы, постоянно устраивавшие междуусобицы, чуть ли не вышли из подчинения. Они располагали богатством, которое позволяло купить власть. Одна семья из восточных районов даже затмила королевский род мировингов. Из нее вышел Карл Мартел, прославившийся тем, что развернул нашествие арабов в обратном направлении при Туре в 732 году, а также как сторонник проповедника христианства в Германии святого Бонифация. Так он оставил две значительные отметины в анналах европейской истории. Святой Бонифаций признался в том, что без поддержки Карла вряд ли у него получилось бы что-то толковое, и тем самым подтвердил союз дома Мартелов с церковью. Его второго сына, Пипина Короткого, знать франков избрала королем в 751 году. Три года спустя папа Римский прибыл во Францию и помазал его на королевский престол, как Самуил помазал Саула и Давида. Папству требовался влиятельный наперсник. Притворство императора в Константинополе никакими делами не подкреплялись, и в глазах римлян он в любом случае впал в ере с тем, что примкнул к иконоборцам. Присвоение титула Патрики Пипину, как это сделал папа Римский Стефан, на самом деле выглядело неправомерным присвоением имперской власти, но все дело было в Лангобардах, державших Рим в страхе. Папство получило отдачу от своих вложений практически без промедления. Пипин разгромил Лангобардов и в 756 году основал папские государства будущего, передав Равенну Святому Петру. Так начинались 1100 лет мисской власти Папы Римского, то есть светского правления, осуществлявшегося Папой Римским над его собственным доминионом в качестве правителя, не уступавшего любому другому властелину. От новой романа франкской оси происходила реформа франкской церкви, дальнейшая колонизация и миссионерское обращение в Германии, где велись войны против язычников саксов, оттеснение арабов назад за Пиренеи и покорение Септимании и Аквитании. Это стало большим приобретением для церкви. Совсем неудивительно, что папа Адриан Первый больше не ставил на официальных документах дату по году царствования императора в Византии и чеканил монеты от своего собственного имени. У папства появилось новое основание для независимого поведения. Не приносило никакой пользы новая магия помазания одним только королям. При том, что этот ритуал мог своей загадочностью затмить древние чудеса мировингов и поднять королей над простолюдинами в чем-то большем, нежели их власть, папа римский приобрел авторитет, скрытый вправе даровать сакральный елей. Пипин, как все франкские короли, перед смертью разделил свою землю, но его старший сын в 771 году снова объединил франкское наследие в полном его виде. Речь идет о Карле Великом, коронованном императором в 800 году. Именно так вошла в историю его династия Каролингов, о которой в скором времени стали слагать легенды. Из-за них в истории Средневековья возникли новые трудности, всегда казавшиеся огромными, так как происходит искажение биографии человека. Действия Карла Великого совершенно определенно говорят о его устойчивых предрасположениях. Он все еще безоговорочно оставался традиционным государем-воителем франков. Он покорял соседние народы и своим главным делом считал ведение войны. Новым в его поведении можно назвать ту серьезность, которой он относился к христианскому освещению этой роли. К своим обязанностям в области покровительства деятелям науки и искусства Карл тоже отнесся со всей серьезностью. Он стремился повысить величие и авторитет двора за счет наполнения его свидетельствами познания христианского учения. С точки зрения приращивания новых территорий, Карл Великой проявил себя великим собирателем земель, свергнув лангобардов в Италии и став их королем. Их земли тоже вошли в наследие франков. На протяжении тридцати лет он усердно вел военные кампании в саксонских приграничных районах и все-таки добился принудительного обращения в христианство язычников саксов. В войнах с аварами, венедами и славянами он завладел Каринтией и Богемией, а также, что быть может не менее важно, открыл путь вниз по Дунаю до Византии. Чтобы справиться с датчанами, данами, на противоположном берегу Эльбы он учредил так называемую Данскую Марку, пограничную землю. В Испанию Карл Великой продвинулся в начале IX века. В Пиренеях, вниз к Эбро и побережью Каталонии он установил Испанскую Марку, только вот до моря он не дошел. Вестготы остались последней морской державой Западной Европы. Таким образом, Карл Великой объединил земли по территории, превосходившей любые государственные формирования Европы со времен Рима. Практически с тех самых пор между историками не утихает спор, что тогда на самом деле происходило и что фактически означала коронация Карла Великого Папой на Рождество 800 года и его возведение как императора. Благочестивейший август коронованный волей Божьей, великий и мир несущий император, звучал распев на той службе в храме. Однако на тот момент уже существовал безоговорочно признанный всеми император и находился он в Константинополе. Неужели появление второго правителя с тем же самым титулом означало существование двух императоров разделенного христианского мира, как это произошло ближе к завершению римского периода истории? Эта явная претензия на власть над многими народами своим новым титулом Карла Великой давал всем понять, что считает себя правителем не одних только франков? Возможно, нагляднее всего, поведение Карла Великого можно объяснить фактором Италии, поскольку скрепляющим материалом могла послужить связь с имперским прошлым, сохранившаяся среди итальянцев как нигде больше. Элемент папской благодарности или целесообразности тоже следует учесть. Льва Третьего вернули в его столицу как раз солдаты Карла Великого. Однако говорят, что Карл Великой якобы заявил, будто не вошел бы в храм святого Петра, зная он заранее о намерениях того папы. Ему могло не понравиться нарочитое самоуправство папы, допустившего превышение своих полномочий. Он вполне мог предвидеть раздражение, которое коронация вызвала бы в Константинополе. Он должен был прекрасно сознавать, что для его собственного народа франков и многочисленных северных подданных понятнее было воспринимать его как традиционного германского государя-воителя, чем как преемника римских императоров. И все-таки в скором времени на его печати появилась гравировка «Реноватио Романи империи», означавшая сознательное возвращение к великому прошлому. Фактически отношения Карла Великого с Византией складывались сложно, хотя несколько лет спустя его новый титул признали на Западе в обмен на согласие считать Венецию, Истрию и Далмацию сферой влияния Византии. Еще с одним великим государством, то есть с халифатом Аббасидов, у Карла Великого складывались несколько формальные, но весьма дружественные отношения. Говорят, что Гарун Ар-Рашид подарил ему чашу с изображением Шах-Ин-Шаха Хосрова Первого Ануширвана, при котором сосанитская держава и цивилизация достигли вершины их влияния. Важным представляется то, что о таких контактах мы узнаем из франкских источников. Похоже, арабским летописцам они показались недостаточно важными для упоминания. Отношения с омиядами Испании складывались совсем по-другому. Их заклеймили как врагов христианского правителя потому, что они вполне могли представлять для него угрозу. Одной из задач христианской монархии была защита своей веры от язычников. При всей его поддержке и покровительстве церковь, тем не менее, безоговорочно подчинялась власти Карла Великого. Когда люди Карла Великого Шарлеманя принесли материалы и сюжеты из Равенны, чтобы украсить его столицу город Ахан, византийское искусство тоже стало гораздо свободнее внедряться в северную европейскую традицию, и классические модели все еще оказывали влияние на творчество его художников. Но именно его ученые и писцы придали двору Карла Великого непревзойденную импозантность. Здесь возник центр интеллектуальной жизни. От него исходил порыв к копированию текстов в новой, отточенной и преобразованной манере под названием Каролинкский минускул, которому суждено было стать одним из великих инструментов культуры в Европе, а позже даже образцом для современных шрифтов. Карл Великой рассчитывал за счет этого обеспечить подлинной копией устава святого Бенедикта каждый из монастырей в своей вотчине. Но главное выражение нового потенциала рукописи впервые проявилось в копировании Библии. Император ставил нечто большее, чем религиозную цель, так как библейское повествование следовало толковать как божественное обоснование правления королингов. Еврейская история Ветхого Завета полна примеров правления набожных и помазанных государей-воителей. Библия была главным текстом в монашеских библиотеках, которые теперь начали собирать всюду на просторах всех земель Франков. Империя Карла Великого обозначила смещение центра культурного влияния в Европе из классического мира на север континента. Важную роль в этом процессе играла личность самого императора. Он стремился к тому, чтобы осуществить превращение воеводы в правителя Великой Христианской империи, и в этом деле еще при жизни добился замечательных достижений. Характерно, что, не овладев письмом, он приучил себя говорить на приличном романском языке. Его физическое присутствие совершенно очевидно производило большое впечатление. Можно предположить, что он возвышался над всем своим окружением, и люди видели в нем воплощение королевской души, оптимизма, справедливости и великодушия, а также качеств героического рыцаря, которого поэты и Менестрелли будут воспевать на протяжении многих веков. Его авторитет представлял более величественное зрелище, чем что-либо еще появившееся в Западной Европе после падения Рима. Когда он пришел к власти, его двор оставался прибежищем последователей Аристотеля. Они обычно на протяжении года подъедались то в одном поместье, то в другом. Когда Карл Великой умер, дворец и казначейство остались в месте, где его предстояло похоронить. Он смог провести реформу мер веса и длины, а также внедрил в Европе деление фунта серебра на 240 пенсов, динарий, которая сохраняется на Британских островах больше 1100 лет. О своем территориальном наследии Карл Великой мыслил традиционными категориями франков. Он строил планы его раздела между наследниками и только несчастный случай со старшими его сыновьями, умершими раньше отца, повлиял на то, что империя в целостном виде перешла в 814 году к младшему сыну Людовику Благочестивому. С территории к нему перешел императорский титул, который Карл Великой присвоил своему сыну и союз монархии с папством. Спустя два года после престола наследования папа венчал Людовика на царство во время церемонии второй коронации. Территориальный раздел тем самым удалось только отсрочить. Приемники Карла Великого не пользовались отцовским авторитетом, так как не располагали его опытом и не горели большим желанием заниматься обузданием центробежных сил, вокруг ярких личностей образовывались группировки местных сторонников и в конечном счете все завершилось несколькими разделами империи. Причем один раздел произошел между тремя внуками Карла Великого в соответствии с положениями Варденского договора 843 года, имевшего значительные последствия. Главную территорию королевства земель франков, сосредоточенных на западной стороне Рейнской долины, со столицей Карла Великого городом Ахан, передали лотарю первому, как правящему императору. Таким образом, ее назвали лотарингией и добавили к этому королевство Италия, к северу от Альп объединили Прованс, Бургундию, Лотарингию и земли между реками Шельда, Мерз, Сона и Рона. На востоке лежала вторая группа земель, заселенная племенами, говорящими на Тевстонском наречии, между Рейном и немецкими приграничными зонами. Они отошли Людовику Второму немецкому. Наконец, на западе участок территории, включавший Гасконь, Септиманию и Аквитанию, примерно равную остальной части современной Франции, отошел к единокровному брату этих двух деятелей по имени Карл Второй Лысый. Такое перераспределение земель вскоре закончилось большими бедами, но оно сыграло решающую роль в более широком и важном смысле. Оно послужило обоснованному политическому разделению между Францией и Германией, корни которого лежат западной и восточной Франкии. Между этими двумя областями уже появились важные различия. Однако, у третьей единицы языкового, этнического, географического и экономического единства наблюдалось гораздо меньше. Лотарингию пришлось образовать только потому, что империю надо было разделить на трех сыновей. Будущая история франко-немецких отношений развивалась на путях разделения данной области между соседями, всегда желавшими ею поживиться и поэтому постоянно находившимися в состоянии спора вокруг нее. Ни один августейший дом не мог обеспечить постоянную преемственность толковых правителей, периодически случался сбой, не могли верховные правители навсегда купить преданность своих сторонников через раздачу земли, постепенно власть королингов убывала, как это случалось со всеми их предшественниками, множились признаки ее распада, появилось самостоятельное королевство Бургундия, а народ начал с тоской вспоминать о великих днях Карла Великого. А это верный признак разложения и недовольства подданных своим правящим режимам. Исторические пути западных и восточных франков все больше расходились в стороны. На западе франкия королингов после Карла Второго Лысого просуществовала еще чуть больше века. К концу его правления Британь, Фландрия и Аквитания пользовались полнейшей во всех отношениях самостоятельностью. Таким образом, монархия западных франков вступала в десятый век в ослабленном положении, и к тому же приходилось как-то отражать нападение викингов на ее территорию. В 911 году Карл Третий простоватый из-за собственной неспособности отразить скандинавов уступил их предводителю Роллану земли, на которых позже появится Нормандия. Окрещённый в следующем году Роллан принялся за построение герцогства, ради чего признал сюзеренитет королингов. Его скандинавские соотечественники продолжали пребывать и обосновываться там до конца XI века, однако они скоро стали французами, переняв новый язык и право. Дальше единство западных франков стало распадаться ещё стремительнее. По причине неразберихи вокруг престола наследия появился сын некоего парижского графа, который упорными трудами создал вокруг владения Иль-де-Франс державу своей собственной семьи. Ей предстояло послужить стержнем появившейся позже Франции. Когда последний правитель западных франков династии королингов умер в 987 году, королём избрали сына этого человека по имени Гуго Капет. Его семья находилась у Кормила верховной власти на протяжении без малого 400 лет. Остальные земли западных франков поделили на десяток или около того территориальных единиц, которыми управляли феодалы разного масштаба и степени самостоятельности. Среди сторонников избрания на престол Гуго следует особо отметить правителя восточных франков. На противоположном берегу Рейна несколько последовательных разделов наследия королингов оказалось фатальным для их династии. Когда в 911 году умер последний король династии королингов, на том же берегу случилось дробление еще и по политическому признаку, и такая политическая фрагментация будет характеризовать Германию вплоть до XIX века. Настойчивость местных феодалов в сочетании с племенными привязанностями, оказавшимися сильнее, чем на Западе, послужили появлению здесь полудюжины мощных герцогств. В качестве короля остальные герцоги, к удивлению многих, избрали одного из них по имени Конрад из Франконии. Тем герцогам нужен был сильный предводитель в борьбе против Мадьяр. При смете династии выглядело желательным предание новому правителю некоторого особого положения. Поэтому епископы во время коронации Конрада провели его помазание на престол. Он вошел в историю в качестве первого правителя восточных франков, подвергшегося данной процедуре. И как раз в тот момент можно считать появляется немецкое государство, по всем признакам отличное от франки и королингов. Но в борьбе с Мадьярами Конрад проиграл. Он потерпел поражение и не смог вернуть лотарингию, и ему пришлось при поддержке церкви превозносить свой собственный род и должность. Практически машинально его герцоги собрали вокруг себя свои народы, чтобы защитить собственную независимость. Четырьмя из них, самость которых имела наибольшее значение были саксы, баварцы, швабы и франконцы, так стали называть восточных франков. Местное отличие, кровное родство и природное притязание великих вельмож отпечатали на Германии во времена правления Конрада узор ее истории на протяжении тысячи лет. Перетягивание каната между центральной и местной властью, долгое время проходившая с переменным успехом, но в конечном счете не в пользу центра, как это было повсеместно, хотя в десятом веке какое-то время выглядело несколько иначе. Конраду грозил мятеж герцогов, но он назначил самого активного из них своим преемником, и герцоги угомонились. В девятьсот девятнадцатом году монархом восточно-франкского королевства становится герцог саксонии Генрих Первый Птицелов. Он и его потомки Людольфинги правили восточными франками до тысяча двадцать четвертого года. Генрих Первый Птицелов от церковной коронации отказался. Он обладал великими наследственными достоинствами, пользовался племенной привязанностью к нему саксов и привлек на свою сторону феодалов тем, что зарекомендовал себя стойким воинам. Он отвоевал Лотарингию у западных франков, создал новые приграничные районы на Эльбе после победоносных кампаний в борьбе с вендами, превратил Данию в вассальное королевство и приступил к обращению его подданных в христианство. Наконец, он разгромил Мадьяр. Его сын Оттон Первый Великой тем самым получил значительное наследство и сумел достойно им распорядиться. Он продолжил дело своего отца по обузданию ретивых герцогов. В 955 году он нанес венграм такое поражение, что навсегда ликвидировал опасность, которую они представляли. Он снова колонизировал восточную приграничную территорию Карла Великого в виде Австрии. На этом Оттон свои честолюбивые планы не исчерпал. В 936 году он прошел обряд коронования в древней столице Карла Великого Ахоне. Мало того, что он согласился на церковную службу и помазание, от которых отказался его отец, к тому же потом по случаю коронации устроил пир, на котором ему в качестве вассалов прислуживали немецкие герцоги. Все повторяло старый стиль Каролингов. Спустя пятнадцать лет он захватил Италию, женился на вдове претендента на итальянскую корону и водрузил эту корону на свою голову. Все же папа отказал ему в помазании на престол империи. Еще через десять лет, в 962 году, Оттон Первый Великый вернулся в Италию снова в ответ на обращение папы за помощью и на этот раз папа его короновал. Великая Римская империя считается замечательным достижением династии Оттонидов. Сын Оттона Первого Великого и будущий Оттон Второй Рыжий женился на византийской принцессе. Правление его и Оттона Третьего омрачалось мятежами, но оно успешно поддерживало традицию, заложенную Оттоном Великим в сфере исполнения властных полномочий к югу от Альп. Оттон Третий Чудо Мира назначил папой своего кузена, первого немца, восседавшего на троне Святого Петра, а вслед за ним назначил папой первого француза. Рим явно очаровывал его своим величием, и он обосновался там. На половину византиец по происхождению он ощущал себя новым Константином Великим. На диптихе складного Евангелия, изготовленном ближе к концу X века, его изобразили в торжественном одеянии при короне из державой в руке во время поклонения ему четырех коронованных женщин. Они представляют Склавонию, славянскую Европу, Германию, Галлию и Рим. Своё представление Европы как организованной иерархии королей, подчиняющихся императору, он явно позаимствовал на Востоке. В этом проявилась мания величия, оттона третьего чуда мира, а также истинное религиозное убеждение. Реальным основанием власти оттона служил его немецкий королевский сан, а не Италия, которой он чувствовал одержимость и которая сковывала его. Как бы там ни было, после его кончины в 1002 году бренные останки императора перевезли в Ахен в соответствии с его распоряжением, чтобы похоронить рядом с Карлом Великим. Наследника он не оставил, но прямую саксонскую династию продолжили его родственники. Генрих Второй, избранный после некоторой борьбы за престол, приходился правнукам Генриху Первому Птицелову, но его коронация в Риме едва ли скрывала действительное положение вещей, ведь в глубине души он оставался немецким правителем, а не римским императором. Надпись на его печати читалась так «Обновление королевства франков», и свое внимание он сосредоточивал на усмирении и обращении в христианство жителей Германского Востока. При том, что предпринял три военные экспедиции в Италию, Генрих Второй рассчитывал там не столько на правительство, сколько на местных политиков, группировки которых он стравливал друг с другом. При нем начал сходить на нет византийский стиль империи оттонидов. Между тем Италия постепенно стала приобретать собственные черты, все больше отличные от черт территорий к северу от Альп. С VII века она все больше удалялась от возможностей интеграции с Северной Европой и приближалась к возрождению в составе Средиземноморской Европы. К середине VIII века большая часть Италии находилась под гнетом Лангобардов. Однако, как только Карл Великой разгромил королевство Лангобардов, ни одного соперника папского государства на Апенинском полуострове не осталось. Хотя, после ослабления державы королингов, римским папам пришлось иметь дело и с укрепляющейся властью итальянских феодалов, и с их собственной римской аристократией. Западная церковь находилась у крайней нижней черты упадка ее сплочения и единства, и представители династии Оттонидов своим отношением к папству показали, насколько слабой властью оно располагало. Анархия на итальянской территории служила еще одним результатом возникновения такой ситуации. Север представлял собой набор разрозненных независимых карликовых государств. Только Венеция оставалась в полном порядке. На протяжении двухсот лет она прибирала к рукам Адриатику, а ее правитель только что удостоился титула герцога или дожа. Она скорее заслуживает того, чтобы ее считать левантийской и адриатической державой, чем средиземноморской. Города государства с республиканской формой управления существовали на юге в Гаэте, Амальфи и Неаполе. Через середину полуострова проходили папские владения. На всю эту территорию падала тень вторжений приверженцев ислама, доходивших на севере до самой Пизы, в то время как войска эмиратов в девятом веке появлялись в окрестностях Таранто и Бари. Завоеватели приходили ненадолго, но арабы закончили покорение Сицилии в девятьсот втором году и продолжили весьма успешно управлять там на протяжении полутора веков. Арабы определили судьбу еще и остальных западных средиземноморских побережей Европы. Мало того, что они закрепились в Испании, но даже и в Провансе у них имелись более или менее постоянные базы. Одной из них служила коммуна Сент-Тропе. У жителей европейских побережей Средиземноморья складывались, да и то по необходимости, сложные отношения с арабами, которые казались им одновременно фрибустьерами и купцами. Такое смешанное отношение мало чем отличалось от отношения к потомкам викингов, за исключением того, что арабы демонстрировали слабую склонность к оседлости. Южная Франция и Каталония служили областями попеременного завоевания франками и готами, но по многим факторам они отличались от франкского севера. Физические напоминания о римском прошлом встречались в этих областях сплошь и рядом. Им же служило средиземноморское земледелие. Еще одной отличительной особенностью следует назвать появление на юге семьи романских языков, из которых самыми стойкими оказались каталанский и провансальский язык. Наиболее мощное влияние на Европу до тысячного года нашей эры оказывалось с севера, откуда язычники скандинавы отправились менять историю британских островов и северного рубежа христианского мира, по причинам, которые, как в случае с многими другими переселениями народов, остаются совершенно неясными, но, возможно, уходящими корнями в перенаселенность их бесплодных земель, скандинавы начали переселяться в чужие пределы с восьмого века и позже. Оснащенные двумя совершенными техническими изобретениями в виде дракара, на котором с помощью весел и паруса можно было пересекать моря и ходить по мелким рекам, и развалистого грузового судна, позволявшего взять на борт большие семьи, их пожиткие скотину для морского похода в течение нескольких недель, они бороздили воды на протяжении четырех веков и оставили после себя цивилизацию, которая в конце этого срока простиралась от Гренландии до Киева. Все искали что-то свое, отличное от других. Норвежцы, переселившиеся в Исландию, на Фарерские острова, в Оркни и на далекий Запад, рассчитывали на образование своих колоний, шведы, проникшие на территорию Руси и сохранившиеся в летописях под названием Варяги, проявляли большую склонность к торговле, датчане приняли самое активное участие в грабежах и пиратстве викингов, за что и остались в памяти народов, но все эти разговоры о переселениях скандинавов сводились к тому, что куда-то они приезжали, а откуда-то выезжали. Ни одна из ветвей этих народов не держала монополии над другими народами. После выезда первого поколения скандинавов, везде, куда бы эти переселенцы не отправились, торговля явно становилась главным мотивирующим фактором для всех. Как остальные пороговые народы, скандинавы превращались в опытных купцов, торговавших на большие расстояния. Наиболее наглядным достижением викингов считается колонизация ими отдаленных от континента островов. Они полностью вытеснили пиктов с Оркнейских и Шетландских островов, а оттуда распространили свою власть на Фарерские острова, до того практически необитаемые, за исключением нескольких ирландских монахов и их овец, и остров Мен. На островах поселения викингов сохранялись дольше и в большем количестве, чем на материке в Шотландии и Ирландии, где они начали приживаться в IX веке. Однако в летописях на ирландском языке просматривается заимствование древненорвежских слов для сферы торговли, а на ирландской карте освещается ситуация волоси торговли в Дублине, основанном викингами и в скором времени превращенном в важное деловое поселение. Самая удачная колония викингов образовалась на Исландии. Ирландские затворники, обитавшие там, ждали прибытия викингов, и только в конце IX века случилось их массовое переселение на территорию этого островного государства. К 1930 году там могло обосноваться 10 тысяч скандинавских исландцев, существовавших за счет земледелия и рыбной ловли. Причем часть промысловой рыбы они могли потреблять сами, а остальную засаливать на продажу. В том году провозгласили ирландское государство и впервые провели заседание Тинга. Данное учреждение романтически настроенное любители старины позже назвали первым европейским парламентом. Оно представляло собой скорее совет авторитетных мужей общины, чем современный представительный орган власти. Такие советы существовали у норвежцев еще в старину. Но летопись их деятельности как раз в Исландии представляет большую историческую ценность. В X веке вслед за исландскими поселениями скандинавов их колонии появились в Гренландии. Они там могли существовать на протяжении пятисот лет. Потом они исчезли, вероятно потому, что этих поселенцев истребили эскимосы, двинувшиеся на юг из-за наступления ледника. Об открытиях и поселениях дальше на западе можно сказать гораздо меньше. В сагах или героических поэмах средневековой Исландии говорится об освоении так называемой Винландии, той земли, где скандинавы нашли растущий дикий виноград и где случилось рождение ребенка, чья мать впоследствии возвратилась в Исландию и снова уехала за границу в сам Рим в качестве паломника перед тем, как отправиться на освященный свыше заслуженный отдых на собственной ее родине. Мы располагаем вполне надежными основаниями считать так, что поселение, обнаруженное в Ньюфаундленде, основали викинги, но в настоящее время нам не дано в поиске следов предшественников Колумба двигаться дальше этого момента. Западноевропейской традиции деятельность викингов в сфере заселения новых для них территорий и купечества с самого начала заслонялась их чудовищной репутацией прославленных мародеров. Никто не спорит с тем, что их отличали весьма отталкивающие привычки, но тут придется допустить присутствие греха некоторого преувеличения, прежде всего потому, что свои главные свидетельства мы черпаем из писаний церковников, переживших двойное потрясение и как христиане, и как жертвы нападений на церкви и монастыри. Как язычники викинги, конечно же, не видели особой святости в сосредоточениях драгоценных металлов и продовольствия, находившихся в таких местах, зато считали их особенно привлекательными объектами для разграбления. К тому же викинги не были начинателями сжигания монастырей Ирландии, как бы там ни было, однако можно считать бесспорным такое рассуждение, что роль викингов в формировании северного и западного христианского мира представляется весьма значительной, причем повергающей в ужас. Их первое нападение на Англию относится к 793 году, когда жертва викингов пал монастырь на острове Линдесфарн. Это нападение потрясло церковный мир. Все-таки этот монастырь просуществовал еще 80 лет. Ирландию они штурмовали два года спустя. В первой половине IX века датчане начали разорение Фрисского королевства, продолжавшееся из года в год, когда одни и те же города грабили снова и снова. Потом подверглось нападению французское побережье. В 842 году викинги предприняли штурм города Нант, завершившийся большой резней его обитателей. Через считанные годы один франкский летописец посетовал. Непрекращающийся поток викингов постоянно нарастает. Подверглись их нападению такие, расположенные в глубине континента города, как Париж, Лимош, Орлеан, Тур и Ангулем. Некоторые из викингов превратились в профессиональных пиратов. В скором времени пострадала Испания. И над Арабами тоже нависла угроза нападений. В 844 году викинги предприняли штурм Севильи. В 859 году они даже совершили набег на Ним и разграбили Пизу, хотя на пути домой они понесли большие потери от рук моряков арабского флота. В худшем случае, считают некоторые ученые, нашествие викингов вело к уничтожению цивилизации в Западной Франции. Разумеется, западным франкам пришлось вынести больше невзгод, чем их кузенам на Востоке. И те же викинги помогли очертить различия между будущей Францией и будущей Германией. На Западе их опустошительные походы послужили появлению новых обязанностей, возложенных на местных феодалов. Зато роль центральной и королевской власти в то же самое время сошла на нет, и люди все большие свои надежды на защиту от викингов связывали с местным владыкой. Гуго Капет зашел на престол как первый среди равных в феодальном обществе, к тому времени уже располагавшим всеми положенными ему атрибутами. Взаимодействие с другими обществами, отличавшимися жестокостью или гуманизмом, оказало соответствующее воздействие и на самих скандинавов. К наступлению нового тысячелетия данная область становилась все больше интегрированной с остальной частью Европы, и на ней образовывались государства, больше напоминавшие те, что можно было отыскать повсюду. Постепенное внедрение христианства, пусть даже в условиях мощного влияния язычества, могло способствовать данному процессу точно так же, как появление в Скандинавии представления о рыцарском идеале. Лучше всех остальных роль переходной фигуры сыграл король Норвегии Олаф Второй Святой, который предпринял не до конца честную попытку обращения в христианство народа своей страны и в тысяча тридцатом году был за это убит. В своей юности Олаф служил викингом, совершал набеги на Балтийское и Французское побережье, а также возглавил нападение на Лондон в тысяча девятом году. Своей мученической гибелью он заслужил честь причисления к лику святых. Папа канонизировал его в двенадцатом веке как святого Олафа, покровителя Норвегии. Рекс Перпетуус Норвегая. Свою роль в прекращении набегов викингов могла сыграть их измотанность войной. Из отправлявшихся на дело мужчин мало кто возвращался домой. Родители одного викинга из Южной Швеции десятого века распорядились выгравировать на камне надпись «В память о банке нашем сыне». Он владел собственным судном и на нем отплыл на восток с ватагой Ингвара. Да примет Бог душу банки. Основным местом переселения скандинавов в скором времени стали Британские острова. Сюда стали прибывать викинги, чтобы осесть навсегда и начать торговать. Не забывали они и о грабительских набегах на местных жителей. После германских вторжений здесь образовалась небольшая группа королевств. К седьмому веку вместе с сообществами новых поселенцев продолжали сосуществовать народности романо-британского происхождения, а в это же время остальных переселенцев вытеснили к холмам Уэльса и Шотландии. Ирландские миссионеры продолжали распространять христианство из римской миссии, образованной архиепистопом Кентерберийским. Она состязалась с кельтской, возрастом постарше, церковью до шестьсот шестьдесят четвертого года, оказавшегося для нее решающим рубежом. В том году нортумберлендский король в Синоде, проводившемся в Уидбе, высказался в пользу назначения дня Пасхи, установленного римской церковью. Тем самым был сделан символический выбор, определивший будущее Англии, придерживающейся римских, а не кельтских традиций. Время от времени то или иное из английских королевств набирало достаточно сил, чтобы склониться к другому вероисповеданию. Однако только одному из них удалось успешно противостоять в волне нападений викингов, накатывавшейся с 851 года и приведшей к оккупации ими двух третей территории страны. Это королевство называлось Уэссекс, и оно дало Англии ее первого национального героя, который к тому же числится исторической фигурой, Альфредом Великим. Ребенком четырех лет от роду отец отвез Альфреда в Рим, и там папа оказал ему почести, положенную консулу. Монархия Уэссекса была неразрывно связана с христианством и Европой королингов. Когда остальные английские королевства сдались на милость захватчиков, эта монархия предохранила свою веру от язычества, а всю Англию от иноземного народа. В 871 году Альфред нанес датской армии первое решающее поражение на территории Англии. Обратите внимание на то, что несколько лет спустя датский король согласился не только вывести свои войска из Уэссекса, но и согласился на обращение в христианство. Тем самым было принято решение о том, что датчане остаются в Англии, они осели на севере, а также появлялась возможность для их отделения друг от друга. Через некоторое время Альфред становится предводителем всех сохранившихся английских королей. В конечном счете остался только он один. он возвратил Лондон, а когда умер в 899 году, худший период набегов викингов уже прошел, и его потомкам досталось управлять объединенной страной. Даже поселенцы такой области датской колонизации, как Данелаг, пределы которой определил Альфред Великий, согласились с их правлением. На этом все не закончилось. Альфред также основал серию цитаделей бургов, вошедших в новую систему национальной обороны для содержания за счет местных податей. Они не только послужили основой для его преемников, продолживших сокращение Данелага, но к тому же по большому счету стали образцом урбанизации в Англии начала Средневековья. На их месте выросли города, заселенные до сих пор. Наконец, располагая совсем тощими ресурсами, Альфред сознательно предпринял культурное и интеллектуальное духовное возрождение своего народа. Ученые его двора, точно так же, как придворные ученые Карла Великого, продолжили заниматься копированием и переводом трудов зарубежных мыслителей англосаксонским дворянам и священнослужителям, предписывалось изучать работы монаха Беды Досточтимого и философа Боэция на их собственном просторечном английском языке. Новаторские внедрения Альфреда представляли собой творческие усилия правительства, единственные в своем роде для всей Европы. Им ознаменовалось для Англии начало Великой эпохи. Тогда сформировалась структура графств, и между ними определились границы, просуществовавшие до 1974 года. Англиканской церкви в скором времени предстояло пережить период невиданного подъема иночества, а датчан пришлось удерживать в Соединенном Королевстве на протяжении всех пятидесяти лет смуты. Англосаксонская монархия хлебнула горе и подверглась новому наступлению викингов, только лишь когда в роду Альфреда попался никчемный правитель. Колоссальные суммы дани в датских деньгах вносились до тех пор, пока датский король, на этот раз христианин, не сверг английского короля и затем не умер, оставив малолетнего сына, которому предстояло править. Речь идет о знаменитом Кнуде Великом, при котором Англия короткое время, входила в состав Великой Датской империи – 1006-1035 годы. Последнее великое скандинавское вторжение в Англию случилось в 1066 году при Харальде Третьем Суровом, сводном брате Олафа Святого, но его войско потерпело сокрушительное поражение в битве при Стамфорд-Бридже всего лишь за три недели до того, как англичане встретили армию проправнука Роллана по имени Вильгельм Первый Завоеватель, который пришел в Гастингс из Нормандии. К тому времени все скандинавские монархии приняли христианское вероисповедание, а культура викингов принимала христианские формы. Она оставила множество доказательств своей индивидуальности и силы одновременно и в кельтском и в континентальном искусстве. Ее атрибуты сохранились на Исландии и других островах. Скандинавское наследие на протяжении многих веков оставляло заметные отметины в английском языке и образцах общественного поведения в виде появления герцогства Нормандия и прежде всего в литературном приеме саги. Однако, переходя на оседлую жизнь, скандинавы постепенно сливались с остальной частью местного населения. Когда потомки Роллана и его последователи предприняли завоевательные походы в Англии в XI веке, они уже на самом деле выглядели французами и при Гастингсе распевали военный марш, посвященный паладину франков Карлу Великому. Они покорили Англию, где люди Даннелага к тому времени считали себя англичанами. Точно так же викинги утратили свою индивидуальность этнической группы в Киевской Руси и Московии. В качестве единственных западных народов начала XI века, заслуживающих внимания с точки зрения уготованного им будущего, следует упомянуть жителей христианских государств Северной Испании. Выживанию христианства на этом полуострове и в известной мере степени этого выживания способствовали его географическое положение, климат и мусульманский раскол. В Астурии и Наваре христианские князья или воеводы по-прежнему держались за власть еще в начале VIII века. Воспользовавшиеся учреждением Карлом Великим так называемой Испанской Марки, область между Францией и владениями арабов в Испании и ее последующим расширением при новых графах Барселоны, они успешно обкарнали территории Исламской Испании, пока ее правители отвлеклись на подавление гражданской войны и религиозной ереси. В Астурии появилось королевство Леон, занявшее место этой бывшей провинции рядом с королевством Наварра. В X веке, однако, христиане начали нападать друг на друга, а арабы снова двинулись на них, добившись при этом больших успехов. Самый черный момент для них наступил на рубеже веков, когда великий арабский завоеватель Аль-Мансур взял Барселону, Леон и в 998 году святыню Сантьяго де Компостеллу, где якобы похоронен святой апостол Иаков. Почевать на лаврах Триумфа ему пришлось недолго, так как здесь тоже оказалось неискоренимым то, что было положено в основании христианской Европы. В течение нескольких десятилетий христиане Испании сплачивали ряды, а исламская Испания распадалась на части. На Пиренейском полуострове, как повсюду в Европе, начавшийся период экспансии принадлежит другой исторической эпохе, но основа ее формировалась на протяжении долгих веков конфронтации с другой цивилизацией. Для Испании в первую очередь христианство служило суровым испытанием национального единства. На Иберийском примере можно себе представить, в какой степени карта Европы вычерчивалась на основе карты вероисповедания, но делать акцент только на деятельности соответствующих религиозных миссий и роли влиятельных монархов не совсем правомерно. В судьбе ранней христианской Европы и христианской жизни свою роль сыграли еще многие факторы, прежде всего западная церковь, хотя ее предводители между концом античного мира и одиннадцатым двенадцатым веками чувствовали себя обособленными и осажденными внутри языческого или полуязыческого окружения. В условиях усилившихся противоречий в конце концов практически совсем отрезанной от восточного православия западное христианство культивировало агрессивную непримиримость, являвшуюся почти что защитным рефлексом. Так проявлялась его незащищенность и при этом ему угрожали не просто внешние враги. Внутри западного христианского мира церковники тоже чувствовали себя припертыми к стенке и в осаде. Они стремились в гущу все еще полуязыческого населения, чтобы сохранить в нетронутом виде свое учение и обряд, подвергая таинству крещения все достойное внутри культуры, в которой им приходилось жить, тонко чувствуя при этом уступки, допустимые с точки зрения местных обрядов или традиций, причем четко отделяя их от фатального компромисса в принципиальных вещах. Все это им приходилось делать совместно с корпусом духовенства, многие из представителей которого, возможно, подавляющее большинство, были людьми абсолютно неграмотными, подчинялись с большой неохотой и отличались сомнительной духовностью. В этой связи не приходится удивляться тому, что предводители церкви иногда упускали из виду огромное преимущество, которым они располагали, у них в Западной Европе не оставалось никакого духовного соперника после того, как Карл Мартал обратил в бегство ислам. Им оставалось разве что утверждаться перед лицом остаточного язычества и суеверия, и церковники прекрасно знали, как это делать. Между тем великие и влиятельные мужи этого мира окружили церковь, то помогая, то внушая надежду, всегда представляя потенциальную, а часто реальную угрозу церковной независимости общества, которую оно должно было стремиться отстоять. Так получается, что общая история Европы неизбежно проистекает из истории папства. Папство представляется центральным и правдивее всего снабженным документальными свидетельствами атрибутом христианства. Документальное обоснование его существования служит одной из причин того, почему ему такое большое внимание уделяют. И этот факт должен навести нас на размышления о том, что можно узнать о религии тех веков. Невзирая на то, что папская власть пережила тревожные взлеты и падения, разделом прежней империи подразумевалось, что единственным на Западе защитником интересов религии выступал только Рим, так как духовного соперника у него не существовало. После папы римского Григория Первого Великого все прекрасно осознали немыслимость сохранения теории одной христианской церкви в одной империи, даже если имперский епископ проживал в Равенне. Последний император, прибывший в Рим, сделал это в 663 году, и последний папа римской, убывший в Константинополь, отправился туда в 710 году. Потом наступило время иконоборчества, принесшего новый идейный раскол. Когда Равенна пала перед возобновленным нашествием Лангобардов, папа Стефан Второй отправился ко двору Пипина, а не в Византию. За два с половиной века после коронации Пипина случилось несколько очень неблагоприятных ситуаций. У Рима явно не хватало сильных карт на руках, и время от времени оставалось только менять одного господина на другого. Его претензия на первенство оставалась делом уважения в силу предохранения Римом мощей святого Петра и того факта, что его престол числился бесспорно единственным апостольским на Западе. Речь шла об истории, а не о практической власти. Долгое время папы едва ли могли по-настоящему управлять даже в пределах временных владений, так как они не располагали недостаточными вооруженными силами, ни какой-либо гражданской администрации. Как владельцы крупной итальянской недвижимости, они выглядели привлекательно для любителей легкой добычи и шантажистов. Карл Великой видится всего лишь только первым и, возможно, самым благородным из нескольких императоров, который прояснил служителям папства их представление о соответствующем положении папы римского и императора как покровителей церкви. Выше всех в деле назначения и свержения римских пап преуспели представители саксонской династии оттонидов, но папы тоже обладали властью. Нагляднее всего она проявлялась способами легко понятными в эпохе, когда народ привыкал к символам. Папа жаловал корону и печать божественного признания императору при помазании его елеем. Возможно, что он мог сопроводить такой обряд кое-какими условиями. Коронация Карла Великого папой Львом Третьим, как и Пипина папой Стефаном, могла казаться вполне целесообразной, но в ней содержалось мощное зерно. Когда что случалось, часто личные недостатки и споры по поводу наследования ослабляли франкские королевства, в игру мог вступать Рим и добиваться успеха. В IX веке папство используется в качестве мощного инструмента приведения Европы к общему стандарту. С точки зрения власти равновесие преимуществ и недостатков долго склонялось то в одну, то в другую сторону, а границы фактических полномочий пап то расширялись, то сужались. Главное, что после дальнейшего дробления наследия королингов, когда корону Италии сняли с Лотарингии, папа Николай I успешнее других навязал папские претензии на власть. Он написал претендентам со стороны франков так, как будто он был господином мира, напомнив им о своем праве назначать и смещать правителей. Он использовал догму папского первенства также против восточного императора ради поддержки патриарха Константинополя. Так была достигнута высшая точка притязаний, которую папство на практике не смогло долго удерживать, так как в скором времени стало ясно, что сила в Риме будет решать, кто должен пользоваться имперской властью, которую папа римский якобы даровал. Что показательно, первым папой, умершим не своей смертью, стал преемник папы Николая. Тем не менее, в IX веке появились прецеденты, пусть даже их иногда игнорировали. В частности, крах папской власти в X веке, когда престол стал добычей итальянских крамольников, схватка которых иногда прекращалась из-за вмешательства оттонидов, означал, что ежедневная работа по предохранению христианских интересов могла находиться только в руках епископов местных церквей. Им приходилось уважать полномочия, существовавшие в то время, в поисках сотрудничества со светскими правителями и помощи с их стороны, они часто скатывались к положению, при котором практически не отличались от королевских слуг. Они находились под пятой своих светских правителей, зачастую точно так же, как приходский священник находился под каблуком местного господина, и им приходилось делиться с ним церковными поступлениями. Такая оскорбительная зависимость впоследствии привела к некоторым самым острым папским вмешательствам в дела местных церквей. Участники великого движения христианских реформаторов X века были кое-чем обязаны епископату и ничем папству. Возглавило это движение монашество, пользовавшееся поддержкой некоторых правителей. Его сущность заключалась в возрождении идеалов монашеского служения. Небольшая часть дворянства основала новые дома, предназначавшиеся для восстановления выродившегося монашества в его исконном виде. Самым знаменитым из этих учреждений считалось бургундское аббатство у виллы Клюни, основанное в 910 году. На протяжении без малого двух с половиной веков оно служило ядром реформирования церкви. Его монахи следовали подвергнутому ревизию Бенедиктинскому уставу и добавили в него кое-что совершенно новое – монашеский орден, основанный не просто на универсальном для всех образе жизни, а не подчиняющийся центру дисциплинированной организации. Бенедиктинские монастыри представляли собой самостоятельные общины, но все новые клюнийские ордены подчинялись аббатству монастыря Клюни. Он считался воеводой рати численностью в конечном счете в несколько тысяч монахов, которых принимали в их собственные монастыри только после периода обучения в этом главном ордене на вершине его власти, достигнутой в середине двенадцатого века, больше трехсот монастырей по всей Европе и даже некоторые в Палестине подчинялись указаниям из Клюни, в чем аббатстве находился величайший собор западного христианского мира после храма святого Петра в Риме. До всего этого было еще слишком далеко относительно рассматриваемого нами периода, еще на заре своего появления, тем не менее, клюнийское монашество служило источником новых обрядов и представлений, распространявшихся по всем приходам. Тут перед нами не встают вопросы церковного построения и права, хотя трудно что-то говорить с большой долей уверенности обо всех аспектах христианской жизни на заре средневековья. История религии особенно часто подвергается искажению авторами летописей, и поэтому иногда становится очень трудно разглядеть за их ключкотворством духовность паствы. Они, тем не менее, дают ясно понять, что церковь служила атрибутом недосягаемым, единственным в своем роде, и что она пропитала всю ткань общества. Ей принадлежала своего рода монополия на культуру, классическое наследие подверглось ужасному сокращению из-за иноземных вторжений и бескомпромиссной отстраненности от жизни раннего христианства. Какое отношение имеют Афины к Иерусалиму? Задался вопросом квинт септимий Флоренс Тертулиан, но былая непримиримость сошла на нет. Все, что еще осталось из классического прошлого к X веку, сохранили церковники, прежде всего бенедиктинцы, и изготовители копий для дворцовых школ, которые передали потомкам не только Библию, но и компиляции трудов греческих ученых на латыни. Через их версии Плиния и Боэция тонкая линия соединила раннюю средневековую Европу с Аристотелем и Евклидом. Грамотность фактически шла рука об руку с духовенством. Римляне могли развешивать свои законы на специальных досках в общественных местах, так как питали уверенность существований достаточного слоя грамотных людей, способных их прочитать. Зато в Средневековье даже короли грамотой не владели. Духовенство фактически полностью контролировало доступ ко всем таким письменам, сколько бы их там ни было. В мире, где еще не существовало университетов, только при дворе или церковно-приходской школе появлялся шанс расширить свой кругозор сверх того, что предписывалось исключительно конкретными духовными наставниками. Эффект от этого для всех видов искусства и интеллектуальной деятельности оказался весьма высоким. Культура не только привязывалась к религии, но шла на подъем исключительно в условиях преодоления религиозных воззрений. Лозунг «Искусство ради искусства» никогда, возможно, не нес меньшего смысла, чем в раннем Средневековье. История, философия, богословие, просветительство все вместе играли свою роль в подпитке обрядовой культуры, но как бы не заужалась их роль, передававшееся ими наследство в той части, которая не относилась к еврейству, считалось классическим. Дабы не испытать головокружение от подобных вершин культурного обобщения, представляется полезным помнить, что мы можем очень мало знать, чтобы рассуждать о самом важном во всей деятельности церкви. А речь идет об обычном деле, заключавшемся в наставлении, обучении, бракосочетании, крещении, исповеди и молитве всей религиозной жизни рядового духовенства и прихожан, объединившихся вокруг положения о главных таинствах. Духовенство в эти столетия пользовалось властью, которую верующие подчас не могли отличить от обычной магии. Оно использовало ее для подтверждения мощи цивилизации. Духовенство добилось громадных достижений, и все же мы практически располагаем прямой информацией не о самом процессе, а только о его наиболее драматических моментах, когда захватывающее обращение или крещение раскрывается самим зафиксированным фактом того, что перед нами является нечто нетипичное. О социально-экономической действительности церкви нам известно намного больше. Духовенство и его иждивенцы были представлены многочисленным сословием, и у церкви под контролем находилась большая часть общественного богатства. Церковь числилась крупным землевладельцем, поступления на финансирование трудов духовенства шли из его земли, а монастырь или капитул канонов мог располагать просторными поместьями. Корни церкви прочно погрузились в экономику того времени и для начала подразумевалось кое-что на самом деле совсем примитивное. По точным меркам в Европе к завершению периода античности существовало множество признаков экономического возврата к исходной точке. Такой откат всеми ощущался по-разному. Полнейшее разорение постигло наиболее развитые секторы экономики. На смену деньгам пришел натуральный обмен, а товарно-денежное хозяйство восстанавливалось совсем медленно. Мировинги начали чеканить серебряные монеты, но в обращении в течение долгого времени находилось совсем небольшое количество монет, особенно мелкого номинала. Со столов простолюдинов исчезли специи, вино превратилось в непозволительную роскошь. Практически весь народ питался хлебом с кашей, запивая их пивом и водой. Этописцы обратились к использованию пергамента, который можно было приобрести на месте, и отказались от папируса, доставать который стало трудно. Такая замена обернулась большим преимуществом, так как на пергаменте можно было писать мелким почерком, технически невозможным на папирусе, требовавшим размашистых, непрактичных линий букв. Как бы там ни было, во всем этом отразились сложности, возникшие внутри старой средиземноморской системы хозяйствования. При том, что рецессия часто подтверждала самодостаточность отдельного поместья, города из-за нее рухнули в пропасть несостоятельности. Из-за войны, к тому же, часто переживало распад единства мировой торговли. Сообщение поддерживалось с Византией и дальше на восток с Азии, но торговая деятельность западного средиземноморья на протяжении седьмого и восьмого веков приходила в упадок из-за арабов, захвативших северо-африканское побережье. Позже, благодаря тем же арабам, ее удалось частично восстановить. Одним из признаков этого служила оживленная работорговля, причем много рабов пригоняли из Восточной Европы, где проживали славянские народы, давшие название целой категории принудительного труда. На севере тоже отмечался некоторый объем обмена товарами со скандинавами, числившимися великими торговцами, но все это не касалось большинства европейцев, живших за счет земледелия. На протяжении долгого времени они могли рассчитывать исключительно на пропитание практически без излишеств. В общем виде можно сказать, что на заре Средневековья главной заботой европейцев оставалось добывание пропитания для себя и детей. Навоз из-под скота или освоение новых, более плодородных земель долгое время оставались фактически единственными способами повышения урожайности семян и производительности труда, которые по современным стандартам выглядят насмешкой над тружеником. Для изменения такого положения в земледелии потребовались сотни лет кропотливых трудов селян. Скот, находившийся в ведении истощенных и больных цингой животноводов нищей сельской местности, страдал от недокорма и поэтому не набирал веса. Однако селянин позажиточнее владел свиньями или на юге плантации маслин. Только с внедрением в X веке растений, дающих продовольствия с повышенным содержанием белка, началось реальное увеличение отдачи землей запасов энергии для жизни. Внедрялись некоторые технические нововведения. Прежде всего, повсеместно возводились мельницы и применялся усовершенствованный плуг, но производительность земледелия повысилась по большей части за счет освоения целинных земель. А осваивать было что? Большую часть территории Франции, Германии и Англии все еще покрывали леса и пустоши. Рецидив хозяйственного спада в конце античного периода оставил после себя совсем немного областей, где процветали города. Главным исключением была Италия. Там всегда сохранялись некоторые торговые отношения с внешним миром. Нигде не наблюдалось значительного разрастания городов до тех пор, пока не закончился 1100 год. Но даже после этого оставалось еще много времени, прежде чем в Западной Европе появится хоть один город, сопоставимый с крупными центрами классической исламской и азиатской цивилизации. В этом мире высшим детерминантом общественного порядка выступало право собственности на землю или разрешение на ее возделывание. Хозяевами жизни стали землевладельцы и постепенно их потомственный статус принимал осязаемые формы, а практическое мастерство и умение в качестве воевод затушевывались, хотя в теории сохранялись долго, как достоинство, позволившее им выдвинуться в сословие вельмож. В отчины некоторым из этих мужей пожаловал король или великий князь. В свою очередь они должны были оплатить такое благодеяние преданной ратной службой. Кроме того, предстояла децентрализация всей системы управления государством, когда прошли времена империй. Монархи варваров не позаботились о привлечении необходимых бюрократов и грамотеев, способных управлять населением на просторных территориях. Таким образом, получило широкое распространение предоставления извлекаемых хозяйственных благ в обмен на конкретные обязательства по службе. А такая затея легла в основу того, что адвокаты, позже оглядываясь на европейское средневековье, выбрали в качестве ключа к осмыслению того времени понятие «феоом». Он стал широко распространенным, но не универсальным явлением. В феодальный поток вливались многочисленные притоки. Носители римской, германской и центрально-евразийской традиции одобрили разработку такой идеи. При королингах началась практика принесения вассалами феодальной присяги своему королю, то есть они признавали с исполнением положенных обрядов, часто публичных, конкретное обязательство служить ему. Он становился и господином, а они его собственностью. Старые привязанности по признаку кровного ровца воинов-соратников воеводы начали смешиваться с понятиями благодарности в новом нравственном идеале лояльности верности и взаимных обязательств. Ниже свободных земледельцев стояли рабы, более многочисленные возможно в Южной Европе, чем на Севере, но везде они проявляли тенденцию к эволюционированию незначительно вверх, к положению смерда или несвободного человека от рождения связанного с землей его поместья. Но тем не менее, наделенного некоторыми правами. Позже представители некоторых народов говорили, будто бы отношениями Сюзерена и Вассала можно объяснить состояние всего средневекового общества. Так не было никогда. При том, что большую часть пахотных земель Европы поделили между феодальными владениями, феудами, и от этого слова происходит феодализм, представлявшими земельное владение, обремененные обязательствами перед Сюзереном, всегда оставались важные области, особенно в Южной Европе, где так называемое смешение германского перекрытия с римским фоном давало совсем разные результаты. В этом смысле большую часть Италии, Испании и Южной Франции к феодальной отнести нельзя. К тому же всегда оставались некоторые фригольдеры, белопашцы, даже на землях в большей степени, так сказать, феодальных. Эта прослойка считалась важной и в некоторых странах была достаточно многочисленной. Белопашцев не принуждали служить на их земле, так как они владели ею напрямую. В так называемом феодальном порядке существовало много причин для сложности и двусмысленности. Кое-кто мог одновременно числиться и сюзереном, и вассалом, свободным гражданином и смердом, но центральный факт обоюдных обязательств угнетателей и угнетенных пронизывал всю структуру и лучше всего объясняет ее в глазах современных исследователей. Господин и смерд привязывались друг к другу взаимными обязательствами. Смерд доповинуется своим хозяевам со страхом и дрожью, хозяева допозаботятся о своих смердах по справедливости и делам их. Так звучало назидание одного французского священника, в котором емко сформулирован принцип по конкретному делу. На таком логическом обосновании строилось усложняющееся общество, долгое время позволявшее любое толкование без каких-либо существенных дополнений, и к тому же оправдалось изъятие у крестьянина средств на содержание воеводы и строительство его замка. Из него же выросла аристократия Европы. Главной функцией системы, обеспечивавшей существование этой аристократии, долгое время оставалась военная функция. Даже когда потребность в индивидуальной службе на поле боя отпала, службу вассала воина никто не отменял, хотя позже с вассала потребуют деньги на оплату услуг воина, но в запутанной сети вассалитета у короля осталось меньше средств контроля над своими собственными вассалами, чем у его вассалов над своими вассалами, вельможа, будь то феодал или местный епископ, всегда должен был занимать главное место и влиять на жизнь простолюдина больше, чем король или князь, живший где-то далеко и которого он мог вообще никогда не видеть, однако сам король считался единственным в своем роде правителем. Помазание на престол церковью подтверждало его священную божественную власть. Короли находились на недосягаемой высоте в глазах подавляющего большинства простолюдинов из-за окружающих их особой роскоши и обряда, которые играли такую же важную роль в средневековом правительстве, как официальная бумага в нашем нынешнем. Если к тому же король располагал преимуществом в виде принадлежащих ему крупных владений, тогда у него возникал превосходный шанс действовать по собственному усмотрению. Далеко не всегда в юридическом смысле, зато фактически в каждодневной жизни одни только короли и великие феодалы на заре средневекового общества располагали практически неограниченной свободы. Но даже их жизнь была стесненной и скудной из-за отсутствия многого того, что мы считаем само собой разумеющимся. Заняться им особенно было нечем, кроме того, чтобы молиться, воевать, охотиться и управлять делами своего поместья. Нынешних интересных профессий для мужчин тогда еще не придумали, и им оставалось заниматься делами духовными, а также внедрять мелкие нововведения в повседневной жизни. Выбор для женщин выглядел еще уже, следовательно, они опускались еще ниже по шкале социальной полезности. Только с постепенным возрождением торговли и восстановлением городской жизни, из-за расширения сферы хозяйственной деятельности, эта ситуация начала меняться. Понятно, что линия раздела в подобных делах никакой роли не играет, но заметного подъема экономики не наблюдалось до окончания 1100 года, и только тогда у нас возникает ощущение того, что на большей части европейского континента появляется общество, пусть все еще полуварварское, зато с претензиями, но не больше, на цивилизацию. Глава пятая Индия История Индии на протяжении тысячи лет между падением гуптов в 550 году и появлением империи великих моголов в 1526 году не может порадовать неясным направлением развития и единства китайской истории того же периода времени, ни хаотичными разрывами истории Европы в средневековье. Вместо этого мы наблюдаем пластичность пролеистических традиций культурных достижений, основанных на великих изучениях, несметном богатстве и сосредоточении усилий на доведении бытия до предельного изящества и на самосовершенствовании политическая история данной эпохи может показаться лишенной порядка. На территории Индии всегда образовывалось несколько королевств, борющихся за верховную власть, а окружало их несколько внешних империй, грозящих торжением. Но за одним главным исключением индийская история в этот период не дает свидетельств экспансии против соседей или поползновений со стороны иноземцев, все дело как раз в раздоре, то мирном, то воинственном между индийцами, жившими на территориях по большей части намного более богатых и более плодородных, чем территории остальной нашей планеты. Большой перелом в этом периоде индийской истории наступает в 1192 году, когда мусульмане из Афганистана ворвались на северную индийскую равнину и в конечном счете образовали делийский султанат. Но следует проявлять большую осторожность тем, кто хочет считать будто введение ислама, в этом случае через покорение народа, обусловило появление единственной разделительной линии, определявшей ход последующей индийской истории. Наоборот, отношения между севером и югом, между прибрежными и внутренними районами страны, а также между кастами и прослойками общества продолжали играть практически такую же важную роль, как отношения между приверженцами индуизма и ислама. Религия считается одним из важных детерминантов индийской истории, но даже этот аспект представляется более богатым или более сложным, чем примитивное разделение на мусульман и индусов, которые историки-националисты позже попытались навязать обществу. Приблизительно до пятисотого года нашей эры основные события индийской истории происходили на севере Индии, а юг выглядел своего рода приложением, где можно наблюдать только тени тех событий. Особое внимание следует сосредоточить на великих империях севера, маурьев и гуптов, а также на образцах культуры и отличительных чертах, появившихся там. Но когда прошла первая половина десятого века нашей эры, все изменилось не потому, что превосходству севера пришел конец, а по причине того, что на юге постепенно развивались государства и собственные взаимоотношения. Первым заметным южным государством считается Чола, основанная династией, которой предстояло править на протяжении без малого тысячи лет на юго-восточном побережье Индии. Еще до начала развития заметных региональных государств отмечается последняя попытка провозглашения империи, способной покрыть почти всю территорию, на которой правили гупты. На протяжении своего долгого правления с 606 по 649 годы император Харша Харшавадхана создал государство, простиравшееся от Гималаев до Орисы со столицей Канаудж, где Харша собрал вместе мудрецов, разработавших учения о санскрите одновременно в его индуистской и буддистской формах. Этот город оставался центром северно-индийской культуры на протяжении многих веков после того, как империя Харши рухнула с его кончиной. Даже Харша не сподобился присоединить деканское плоскогорье, находящееся во внутренней части полуострова Индостан, к своей империи. Китайский буддийский монах Сюаньцзан, который провел какое-то время при его дворе, вспоминал, как расстраивало этого императора его бессилие в преодолении сопротивления южных монархов. После кончины императора Харши политика индийского двора постепенно установилась на уровне остальных региональных держав, состязавшихся за право первостепенного влияния. И такой расклад политических сил сохранялся на субконтиненте Индостан до XII века. В IX веке самым могущественным из них считалось государство династии Раштракутов, занимавшее территорию Деканского плоскогорья. Раштракутов считают первой южной династией, претендовавшей, как позже оказалось без особого успеха, на власть над всей Индией. Еще два источника власти находились соответственно на северо-западе династия Гурджара Пратихара и на востоке династия буддийских монархов Бенгалии и Бихара под названием Пала. И до поры до времени ни у одной из этих династий не хватало сил для навязывания собственной власти соседям. Важнейшим аспектом всех тогдашних политических состязаний представлялось то, что во всей Индии главная роль принадлежала одной единственной культуре пришедшей с севера. Местные правители могли приходить к власти и терять ее, но с каждым новым вочеловечиванием они приходили в этот мир обогащенными знаниями в области философии, политической прозорливости и науки, почерпнутыми из трудов мудрецов, написанных на санскрите. Сотворение великих храмовых комплексов от Чимамбарама на юге до Варанаси на севере символизировало всеобщую преданность народа Индии религии, пусть даже с некоторыми местными особенностями. Дело не только в различии между буддистами и индуистами, линия раздела между которыми воплощалась в несходстве приемов богослужения и личных отношениях с богами или святыми. Все выглядит так, будто предпринимались попытки поиска компромиссов с индуизмом, приведших к ослаблению влияния индийского буддизма, начавшемуся после свержения династии гуптов. Кое-кто из ученых утверждает так, будто учения Будды, как и остальные основные философские школы и религии в Индии, как выращенные внутри этой страны, так и позаимствованные извне, отступили под натиском индуизма, как преобладающего вероисповедания и индуистских богов, пользовавшихся наибольшей популярностью. Но если все произошло именно так, тогда заново изобретенный индуизм сыграл в равной степени значительную роль, как и сама традиция народа Индии. С восьмого века и дальше на почве индуизма проросли многочисленные вопросы в различных их формах, поставленные последователями Будды, а индуисты предложили на них ответы. Великий мыслитель по имени Шанкара 788-820 годы, родившийся в Керале и считающийся типичным представителем Веданты своего времени свел воедино обряды различных групп брахманов. При этом он утверждал, что только правильное знание может спасти душу, проходящую цикл смерти и возрождения. К X веку всем стало ясно, что плюрализм индуистского вероисповедания послужил утере буддистами инициативы. К XII веку влияние буддизма на индийском материке ушло в прошлое. Важную роль на протяжении описываемого периода к тому же играли изменения происходившие в обществе особенно на юге Индии. С VII века крупные города Деканского плоскогорья постепенно превращались в центры торговли. Два века спустя купцы через свои великие гильдии по сути пришли к власти в этих городах. Такие гильдии а также некоторые компании на самом деле представляли собой фактические государства внутри формального государства. Они располагали своими собственными армиями и боевыми кораблями оснащенными тяжелым по тем временам вооружением. Они вели торговлю на севере и юге Индии то есть на весьма большом удалении от их собственных штатов а также с соседями Персии Аравии и в африканских портах. Но главное внимание во внешней торговле они все больше сосредоточивали на Юго-Восточной Азии. Можно предположить что уже существовавшие связи активизировались за счет торгового обмена определившего всю эпоху вплоть до XIII века названную в регионе Юго-Восточной Азии так называемой Эрой Индии. Юго-Восточная Азия представляла собой обширную область включавшую территории от Бирмы до Филиппин. Она постепенно становилась основной сферой развития человеческой цивилизации с IX века н.э. когда возникли крупные империи такие как империя Кхмеров и Шривиджая на территории современной Индонезии ставшая здесь главными государственными образованиями. Государства Юго-Восточной Азии развивались под влиянием Китайской и Индийской империй, с которыми они поддерживали тесные связи, а на этапе формирования они находились под особенно мощным индийским религиозным и культурным влиянием, при том, что контакты между ними практически наверняка начались с торгового обмена товарами, в скором времени их сопровождали поездки брахманов и буддистских мудрецов с монахами. Так шла их духовная экспансия и распространение их знаний через Южную Индию. Они стали служить главными советниками придвора государств Юго-Восточной Азии, где играли точно такую же роль в продвижении определенных форм духовного и материального развития, какую западным миссионерам предстояло играть позже и при этом собрали богатый урожай. К времени созревания империи Юго-Восточной Азии их удалось полностью приобщить к индийской культуре и религии, причем главными вероисповеданиями там стали буддизм и индуизм. В самой Индии параллельно с распространением индийской культуры на значительной части территории Юго-Восточной Азии развивались собственные новые социальные системы. Самой важной из них считается такое явление как «саманта» в переводе «сосед», послужившая ядром индийского варианта феодализма, первоначально означавшая доминирующие семьи, которые подчинялись непосредственно правителю, слово «саманта» стали употреблять применительно к вассалам, чье передающееся по наследству правление опиралось на поддержку со стороны центральной монархии и у кого в свою очередь существовали определенные обязательства перед монархом и друг перед другом. Среди их обязательств была поддержка монарха во время войны, а также участие в обрядах, служивших постоянному укреплению законности существующего порядка. Такая феодальная система существовала наряду с кастами и повышение статуса человека до уровня «саманта» могло к тому же предполагать изменения в кастовом статусе в зависимости от того, что для себя выберет господин с переходом вассала в разряд «саманта». Ближе к завершению первого тысячелетия нашей эры некоторые члены касты владительных воинов кшатриев пришли к решению причислить себя к сословию Раджпутов «сыны царя», что соответствовало новым социальным системам. Некоторые историки решили, что рост кланов Раджпутов в известной степени послужил реакцией на изменение общества Индии. Пока в девятом и десятом веках соперничество между индийскими империями то обострялось, то затихало, кланы Раджпутов в Северной Индии получили шанс нарезать для себя территории в качестве вассалов, владевших землей на правах феодального держания в пределах одного или иногда нескольких из неугомонных штатов. Некоторые из этих территорий Раджпутов к концу девятого века приобрели право полуавтономии и их столицей стал великий культурный центр город Джайсалмер в области Раджастан. Его основали представители раджпутского клана Батия в начале двенадцатого века и управляли им в течение восьмисот лет. До сих пор его отличают проблески былого великолепия. Между тем в Индию пришел ислам. Сначала он проник туда вместе с арабскими купцами через порты западного побережья. Затем в семьсот двенадцатом году или приблизительно в то время войска арабов покорили провинцию Синд. Дальше они не пошли. Постепенно осели там и перестали беспокоить индийские народы. Последовал период относительного затишья, продлившийся до тех пор, пока правитель Газновицкого государства по имени Махмуд в начале одиннадцатого века не прорвался вглубь Индии, принеся большие разрушения, но опять же не вызвав радикальных перемен. Индийская духовная жизнь на протяжении еще двух веков шла своим чередом, а самым заметным в истории стал закат буддизма с одновременным расцветом тантризма, носители которого проповедовали практически в чем-то даже магического и суверенного роста, обещающего приобщения к святости через обереги и обряды. К тому же активное развитие получили поклонения, проводившиеся во время храмовых праздников. Понятно, что произошло все это в отсутствии политической цензуры, когда гупты уже ушли в прошлое. Тогда наступило время вторжения завоевателей из Центральной Азии. Эти захватчики исповедовали ислам, а представляли они собой сложную смесь тюркских народов. С самого начала первые захватчики мусульмане устроили резню местного населения, так как они прибыли на эти земли ради переселения, а не их разграбления. Первым делом в XI веке они утвердились в Пенджабе, а затем в конце XII века предприняли вторую волну вторжения и за несколько десятков лет учредили в Дели тюркских султанов, распространивших свою власть на всю долину реки Ганг. Монолитное единство в их империи отсутствовало. Индуистские королевства в пределах данной империи сохранились на положении данников точно так же, как христианские царства выжили в качестве данников монголов на Ближнем Востоке. Мусульманские правители, заботившиеся о своих интересах, не всегда поддерживали единоверцев улемов, которые стремились обращать свою веру всех подряд и подвергали гонениям всех неверных, свидетельством чего служит разрушение индуистских храмов. Стержнем первой мусульманской империи в Индии служила долина Ганга. Захватчики стремительно покорили Бенгалию и позже утвердились на западном побережье Индии и Деканском Плоскогорье. Дальше на юг они не пошли, и индуистское общество сохранилось там практически в нетронутом виде. С XIII века и позднее распространение ислама в Северной Индии, вполне вероятно, послужило усилению роли юга как сознательного защитника традиционной индийской культуры, особенно это касается Тамилов, совсем недавно полностью вовлеченных в индийский культурный круг. Провозглашение Дилийского султаната произошло в 1206 году, и он находился на вершине процветания до конца XIV века. В нем установился образец мусульманского владычества над индийскими центральными районами, которому суждено было продлиться 700 лет. Его первые правители относились к тюркам происхождением из Афганистана. Они управляли империей, включавшей территории нынешнего Пакистана и Северной Индии, а также афганские земли. Правители этого султаната открыли Индию влиянию с запада и, что важнее, связали Персию, Ближний Восток и части Центральной Евразии с Индией, об условии в близость никогда прежде не существовавшую. Активизировался мощный обмен в области искусства, науки и философских воззрений. Как и следовало ожидать, мистические версии ислама, особенно в форме суфизма, пустили корни в Индии и стали доминирующими при дворе. При трех султанатах династии Халджи, правивших в конце XIII и начале XIV веков, дилийский султанат достиг высшего расцвета, а Лауддин, правивший с 1296 года на протяжении двадцати лет, вошел в историю грозным властителем, дважды разгромившим многочисленные монгольские орды, двигавшиеся с севера. На юге он расширил мусульманское правление до рубежей Деканского плоскогорья, послав мощную волну исламского культурного влияния на южные области Индии. В отличие от жителей Северной Индии, подавляющее большинство новообращенных в ислам южан не приняли новую религию, потому что мусульмане их завоевали. Как и повсюду в мире, часть индийцев приобщились к исламу из-за его революционных особенностей, в обществах с высокой степенью расслоения населения по различным признакам, посыл о том, что все люди равны в своих непосредственных и личных отношениях с Богом, выглядел весьма привлекательным. Когда мусульманская политическая власть пришла на юг, ее олицетворял один воевода армии султаната, таджик по национальности, который в 1346 году порвался своими повелителями в Дели и установил собственный режим со столицей в области нынешнего штата Махарашатра, но с продлением дальше на юг на территорию штатов Карнатака и Антхрапрадаш, двор бахманского султаната под этим именем он известен теперь, практически полностью состоял из персов. Его правители сочинили вирши на персидском языке и попытались поддерживать тесные связи с крупными персидскими городами Ширас, Исфахан и Кум. Вместе с их иранскими покровителями бахманов склонили к исламу шиитского толка и их султанат стал первым великим штатом Индии, находившимся под властью шиитов. Раздробленность мусульманской Индии значительно затрудняла защиту ее территории от нашествия захватчиков с севера. В 1398 году Тамерлан со своим войском покорил долину Ганга после разрушительного похода к ней, значительно облегчившего его задачу, сообщает один лицеписец, потому что монголы просто бежали от зловония, распространявшегося от гор разлагающихся трупов, оставленных на пути следования войска Тамерлана. После принесенного Тамерланом бедствия воеводы и местные феодалы разбежались кто куда, и исламская Индия сама собой распалась на куски. Как бы там ни было, ислам к тому времени на субконтиненте прижился, величайшая задача все еще стояла перед ассимилирующими силами Индии, так как ее активный, пророческий, сокровенный характер вступал в прямое противоречие одновременно и с индуизмом и буддизмом, хотя ислам под их влиянием тоже претерпел существенное преобразование. Но далеко не вся Индия находилась под властью мусульман. На юге возникла сильная индуистская империя, под управлением которой с середины XIV века находились все южные районы Декана и далекий юг Индии. Названная в честь величественной ее столицы города Виджаянагара, теперь расположенного в Нагоре современного штата Карнатака, она была торговой империей, поддерживающей близкие связи с Юго-Восточной Азией и получавшей от этого большую выгоду. В военном отношении Виджаянагарская империя считалась мощным государством, а также первым индийским штатом, правители которого использовали заимствованную за рубежом военную технику, ввозимую одновременно из Европы через Ближний Восток и из Китая через Юго-Восточную Азию. Но восхищение Виджаянагара заслужило в первую очередь благодаря толковой администрации и эклектичной религии, в которой соединились многочисленные течения индуизма предыдущих веков. Империя Виджаянагара символизировала неприходящую многослойность природы Индии и указывала на будущее, в котором не будут преобладать ни индуисты, ни мусульмане. Глава шестая императорский Китай После бесславного отречения от престола в 220 году нашей эры последнего императора династии Хань, Китай на протяжении 350 с лишним лет оставался разделенным на самостоятельное царство. С учетом более далекой перспективы, скажем, в 13 веков, оказывается, что с 700 года до нашей эры Китаю удавалось объединить в рамках имперского предприятия на 400 с небольшим лет. И тем не менее, в 4 и 5 веках нашей эры, когда правители трех царств выясняли, кто из них главный, в народе уже существовало понятие того, что это значит быть китайцем. Политическое разъединение и вторжение врагов извне не коснулись оснований китайской цивилизации, которая точно так же поднималась, кто-то скажет, что даже мощнее, когда страну разорвали на несколько частей. Большая выдержка требуется тем, кто собрался давать оценку периоду раздробленности Китая в середине первого тысячелетия нашей эры как отклонению от генеральной линии китайской истории. При всей чехарде с приходом и уходом царств и династий китайский стержень практически не подвергся обвальному разрушению со стороны иноземных полчищ, которое предстояло пережить Европе после краха Римской империи. Китайский народ на самом деле подвергался вторжениям иноземцев. Некоторые из них образовывали свои собственные государства или в подавляющем большинстве случаев воссоединялись с китайцами ради построения стран со смешанным населением. Называемый на китайском языке Троецарствием, а также эпохой северных и южных династий, данный период характеризовался войнами и стремительными политическими изменениями. К тому же то была эпоха культурного расцвета и социальных перемен. Безусловно, самым важным изменением произошедшим в период с 220 по 580 годы, следует назвать распространение китайской культуры и населения на территории сегодня относимой к Южному Китаю. В связи с этим приходится радикально пересматривать концепцию того, что представлял собой Китай с географической точки зрения. В период правления династии поздняя Хань три четверти китайского населения проживало на равнинах бассейна Хуанхэ. Пятьсот лет спустя три четверти того же населения обитало вдоль русла реки Янзы или к югу от нее. Такие фундаментальные изменения привели в действие китайцы, начавшие переселение на юг из-за вторжения в их районы иноземцев с севера. Эти китайские переселенцы обосновались на юге, отобрали или расчистили земли. Таким образом, они постепенно вытесняли или поглощали местное население. В течение относительно короткого в масштабах истории периода времени китайцы практически удвоили площадь своей территории. Еще одно крупное событие, случившееся в Китае в течение этих веков, состояло в том, что китайцев познакомили с буддизмом. Теперь нам известно, что буддистские миссионеры проникали в Китай по маршрутам Великого Шелкового Пути во время правления династии Хань. Но только после свержения этой династии приход редких буддистских миссионеров превратился в полноводный поток. Кушанское царство, включавшее территории сегодняшнего Афганистана, Пакистана и Северной Индии образовал народ Юэджей, относившийся к индоиранской группе, изначально обосновавшейся в средней части Центральной Евразии на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Подчинив себе обширную территорию, правители Кушанского царства управляли народом, принадлежащим к смешанной индийско-эллино-сене-азиатской культуре буддистским по вероисповеданию. На территории их царства повсеместно встречались скульптуры Будды, но в образе греческого героя. Кушанские миссионеры приступили к переводу священных откровений Будды на китайский язык, а потом отправились в Китай, в том числе по опасному пути через Каракорум, чтобы познакомить китайцев с буддизмом Махаяны. К 500 году нашей эры буддизм стремительно распространялся по территории Китая, и оттуда он выплеснулся на Корею и Японию. Огромные массы новообращенных могли иметь некоторое отношение к неугомонности, отличавшей ту эпоху, точно так же, как параллельное распространение христианства в Европе. Буддизм в Китае отвечал запросу на уверенность бытия во время происходивших тогда перемен, тем более, что снова начало проворачиваться колесо судьбы империи. Династия Суй и империя Тан, которые позже предстояло выстроиться на наследие ее краткого правления, представляются самыми главными отклонениями от основного курса китайской истории. Появление этой династии явилось большим сюрпризом своего собственного времени. В конце шестого века Китай находился в раздробленном состоянии на протяжении больше трехсот пятидесяти лет, и даже при этом большая часть китайцев все еще считала его единой страной, и практически никто не помышлял о политическом объединении снова, и тут во второразрядном государстве на севере страны под названием Северная Джоу появляется династия Суй, правители которой в пределах краткого периода, продолжавшегося меньше сорока лет, не только снова собрали вместе большую часть территории династии Хань, но и восстановили капитальное сооружение, реформировали правовую базу землевладения, воссоздали центральное управление, обновили материально-техническую основу системы хозяйствования и возродили мощную военную державу. Для такого краткого периода правления достижения династии Сун выглядят вполне достойными. И неудивительно, что правители Суй закончили тем, что их ненавидели многие китайцы. Они считали, что своей жестокостью уступают разве что гневно осуждаемому Цинь Шихуанди, то есть императору, возглавившему еще одну недолговечную династию и объединившему свою страну в третьем веке до нашей эры. Происхождение династии Суй прослеживается в северной Джоу или одном из многих управляемых иноземцами государств, появившихся в северном Китае после крушения империи Хань. Род древнемонгольского племени Сяньби, правивший северной Джоу, привлек на службу несколько китайских военачальников, и самым толковым из них считался Янь-Зянь, взявший себе монгольское имя Пулюжу и женившийся на дочери влиятельного генерала Дугу Синя. Янь-Зянь выдал свою дочь замуж за сына императора, и когда его зять умер вскоре после восшествия на престол, он пришел к власти в результате дворцового переворота 581 года нашей эры. Он присвоил своей династии имя Сун и себе титул императора Вэнди, культурный император, вероятно, чтобы показать, что он был китайцем, а не варваром. Новый император незамедлительно приступил к истреблению всех своих врагов, как истинных, так и мнимых, затаившихся внутри и снаружи его новой империи. Династии Суй досталась империя, сформированная в ходе войны, хотя с самого начала большинство войн велось против других китайцев. Вэнди хватило ума на разработку стратегии предотвращения крупного конфликта с Восточной Тюркской империей, лежавшей на северо-востоке, которой платила дань династия Джоу. Новый император решил сосредоточить свои усилия на завоевании юга и блестяще с этим справился. Ловко сочетая войну и дипломатию, он по одному перехитрил южных властителей, и к началу 590-х годов большая часть империи династии Хань снова сплотилась под властью императора Суй. Китай воссоединился при императоре, на которого в этом деле мало кто мог рассчитывать. В качестве командующего и управленца проявил себя великолепно. Правда, его иногда посещали вспышки неконтролируемого гнева, часто сопровождавшегося горьким раскаянием. Одержимость Венди буддизмом, ставшим в Китае новой религией, можно рассматривать в свете его индивидуальности. Венди глубоко верил в принципы буддизма и сомневался в истинности старинного китайского склада мышления, включая положение конфуцианства. Он проповедовал тяжкий труд. Каждый вечер его можно было видеть за перетаскиванием огромных тюков с документами в жилые покои. Венди мало интересовали превратности и интриги придворной жизни. Наоборот, у него сложился долгий и счастливый брак с монгольской аристократкой Дугу Цело, которую он сделал императрицей по имени Веньсянь, дар, неспосланный Веню. Она служила ему главным советником в делах, и только после ее смерти в 602 году дурной характер императора взял над ним верх. Вень прекрасно осознавал свою роль в восстановлении величия Китая. «Алчащему славы одной главы в учебнике истории хватит за глаза», часто говорил он своим помощникам. Свой главный вклад в это дело он видел в административной реформе, ведь империя способна существовать исключительно за счет толкового управления и на прочном финансовом фундаменте. Основатель династии Суй организовал чеканку монет по единому образцу и расширил сферу финансового управления, назначив сборы и подати с различных видов доходной деятельности, в том числе налог на доход и недвижимость. Скупой по своей природе человек Вэнди постоянно находился в поиске новых путей пополнения государственной казны. К началу VII века Китай располагал системой государственных финансов, далеко превосходившей по совершенству такую систему любой другой страны мира, что называют одной из главных причин, почему эпоха Суй и Тан длилась больше трехсот лет. Вэнди и его непосредственные преемники неоднократно обращались к причинам краха империи Хань, как они их сами понимали, и старались не повторять ошибок правителя этой династии. Важным недостатком династии Хань Вэнди называл кумовство, непотизм, приведшее ее к катастрофе. Подавление в себе всех чувств привязанности к родственникам означает полное уяснение принципа служения чьему-то господину. Говорится в настольной книге правителей династии Суй. Идеальный государственный служащий в подходе к порученному делу должен проявлять дотошность и вести практически пуританский образ жизни. Достойнейших людей выбирал лично император или пользующиеся наибольшим его доверием придворные вельможи. Срок пребывания на любом государственном посту ограничивался четырьмя годами, а по его завершении чиновников обычно переводили служить в другую область империи. Вернулась к жизни система государственных испытаний госслужащих, а под нее сформировали мощный штат инспекторов. На военные и гражданские посты принимали всех даровитых мужчин империи. Главные места в сфере торговли, строительства и ведения войны, как правило, доставались представителям иноземных народов, в то время как стержень государственной службы в основном находился в надежных руках китайцев. Крупнейшая задача, которую правители династии Суй поставили перед собой, состояло по их разумению в том, чтобы избавиться от главной причины краха династии Хань и слабости центрального правительства, сохранявшейся с тех пор, системы земельной собственности, служившей укреплению положения местных элит и вызывавшей негодование среди земледельцев и безземельных селян. Вэнди навязал своему народу радикальную земельную реформу, при этом все земельные владения поделили на две категории. Распределенная земля, выданная государственным людям в возрасте от 17 до 59 лет в пожизненное пользование, с последующим возвращением властям для перераспределения, и наследственная земля, на которой выращивались стратегические продукты для империи, или исключительно частные семейные сады. Видные семьи, члены которых содействовали восстановлению империи, получали земли по квоте в соответствии с приобретенным правом. Но император мог передавать их новому владельцу по собственному усмотрению, и высокопоставленные чиновники могли оставлять себе часть дохода земель по статусу и государственной должности. Как и во всех империях, такая концепция оставалась скорее идеалом, чем превращалась в систему, зато государство получало в свое распоряжение инструмент, который можно было использовать для устранения несправедливости и ликвидации казнократства. Венди хотел построить приемлемую для всех империю, но препятствиям на пути стояли, и особенности его собственного характера и некоторые меры его же политики. Он не совсем представлял, как соединить его собственную веру в буддизм с конфуцианством народа, его приобщение империи к буддистским принципам, попытку которого он предпринял в 601 году, когда, подражая индийскому императору Ашоке, после роскошной церемонии отправил монахов с реликвиями во все административные центры провинций, выглядело большим перебором. Многие ведущие деятели его двора в государстве Суй чувствовали себя очень неуютно. Круг элиты казался им слишком узким, а правление императора чересчур жестким. Император Ян Ди, пришедший на смену отцу после его кончины в 604 году, предпочитал южан и чувствовал себя неловко в общении с соратниками в Индии происхождением из северных областей Китая. Ко второму десятилетию седьмого века у правителей династии Суй накопилось множество проблем. Одним из источников бед стало перенапряжение империи из-за войн. Конфликт с вьетнамцами в первом десятилетии седьмого века закончился провалом, впрочем, как это часто случалось со всеми желающими посягнуть на независимость Вьетнама. Война в Корее тоже принесла поражение. Правитель династии Суй явно взорвался, казна была пуста, а пространство для маневра ограничено, отчего император Ян Ди впал в глубоко подавленное состояние и отошел от политики. Под нажимом со стороны Кореи, Вьетнама и тюрков, а также местных воевод, поднявших мятеж на севере, даже царедворцы императора потеряли терпение. В 618 году Ян Ди задушили в его же бане. Однако вместо того, чтобы позволить Китайской империи развалиться на части, как это произошло в третьем веке нашей эры, династия Суй послужила предшественницей возможно самой величественной из всех китайских эпох, в которой империя Тан просуществовала до 907 года нашей эры. Династия Суй для династии Тан во многих отношениях напоминала династию Цинь перед династией Хань. Многие важнейшие реформы, составившие славу империи Тан, провел все тот же император Вэн Ди, и когда убили его сына, ему на смену пришел человек, которого звали Ли Юань, а происходил он из того же северного племени, что и Вэн Ди. Действительно, мать нового императора приходилась сестра императрицы Вэн Сянь, но Ли Юань хотел начать все заново. Он провозгласил династию Тан, а себя назначил ее первым императором основателем под именем Гао Цзу. Династия Тан вошла в долгую историю Китая, как одна из самых памятных династий этой страны. При ней наступило время, когда Китай открылся для внешнего мира, чего практически никогда раньше не наблюдалось, и тогда же оформилось положение Китая в качестве центра Восточной Азии. То было время, на протяжении которого большая часть из того, что мы сегодня считаем китайским едвом, подверглась китаизации, включая области к югу от реки Янзы и на юго-западе вдоль Тибетского Нагорья, правители династии Тан оказывали покровительство искусствам и наукам, а их пестрая по национальному составу столица Чанань безоговорочно считалась крупнейшим городом на земле, глубокое культурное влияние Китая распространилось на Корею, Японию, юго-восточную, а также центральную Азию, и тогда же сформировались принципы литературы и эстетики, доминирующие в Китае до нынешних дней. Неудивительно, что даже в наше время люди на всей территории Южного Китая и их многочисленные потомки за границей считают себя народом Танской эпохи, вспоминая облистательной династии, прекратившей существование 1100 лет назад. С самого начала Тан представляла собой еще более сложную династию с точки зрения этнического контекста, чем была династия Суй, века, на протяжении которых иноземные племена переселялись на территорию Китая или вступали в отношения с его населением, оставили четкие отметины на составе двора. Императорская семья была наполовину монгольской покрови, а некоторые высшие чиновники вышли из тюрков, корейцев и киданий. На государственной службе к тому же состояли иранцы, тибетцы, индийцы и люди из Юго-Восточной Азии. Интерес династии к иностранным государствам служил в известной степени отражением ее пестрого по национальному составу двора, но свою роль играли религиозное рвение и этнографическая любознательность. Буддийский монах Сюань Зан, живший в середине седьмого века и ставший главным персонажем бесчисленных китайских легенд, отправился в Индию и, пробыв там семнадцать лет, возвратился домой с ценными санскритскими трактатами и большим запасом общих знаний. Остальные путешественники посетили западные части Центральной Евразии, Малайский мир, Персию и земли, расположенные еще дальше. Достижение культуры империи Тан служит свидетельством благотворности контактов с внешним миром, но особенно с Центральной Евразией, ставшей как никогда близкой Китаю при династии Тан. В столицу империи Чань-Ань прибывали персы, арабы и представители царств Центральной Евразии, приносившие с собой свои легенды, свою поэзию и свои музыкальные инструменты. В этом городе понастроили Настурианские церкви, зороастрийские храмы, мусульманские мечети, и он совершенно определенно превратился в самую знатную роскошную столицу своего времени, из которой до нас дошли достопримечательности, заслуживающие всеобщего внимания. Во многих из них воплотилось признание китайцами вкусов других народов. В качестве примера можно привести воспроизведение иранского столового серебра, в то время как атмосфера торгового перевалочного пункта сохраняется в глиняных фигурках всадников и нагруженных товаром верблюдов, в которых отражается жизнь Центральной Азии, кипевшая на улицах. Такие фигурки часто покрывали новой многоцветной глазурью, изобретенной гончарами танцкого периода истории Китая. Их манере стали подражать в далеких странах, таких как Япония и Месопотамия. Участие двора во всех делах империи играло такую же важную роль в поощрении высокого мастерства ремесленников, как и в стимулировании притока купцов из-за границы, а о жизни тогдашней аристократии можно судить по изображениям на стенах их склепов. Мужчины искали развлечения в охоте с участием слуг, набираемых из народов Центральной Азии, женщин изображали в моменты праздного время препровождения одетыми в роскошные наряды, а их слуги предстают с изысканными апахалами, коробками с косметическими средствами, чесалками для спины и другими принадлежностями бодуара. Знатные дамы тоже предпочитали среднеазиатские модные штучки, позаимствованные у своей челяди. Как это часто случается в истории любого народа, такое утонченное и сложное состояние китайского общества выросло на крови и убийствах. Ли Юань, старший императором Гао-Дзу, правил до 626 года, когда его сместил с престола его сын Ли Шиминь, который к тому времени уже успел расправиться со своими родными братьями. Этот не останавливающийся ни перед чем в своих честолюбивых замыслах человек, в качестве императора известный как Тай-Дзун, оказался исключительно талантливым предводителем государства, со временем научившись выслушивать мнения светлейших из своих советников. Он правил на протяжении 23 лет. И многие историки считают его одним из величайших китайских императоров. Тай-Дзун не только разгромил тюркскую державу на востоке, превратив Китай в доминирующую державу в восточных областях центральной Евразии, но и установил китайскую гегемонию над Кореей и Тибетом, а также контроль над торговыми путями, ведущими на запад и юг. Он положил основание под длительное правление своей династии, причем не в последнюю очередь за счет собственной политики, а также благодаря политике остальных императоров на заре империи Тан, прекрасно отвечавшей текущему моменту истории. Они обеспечили одновременно и содержание, и внешнее восприятие того, что практически все китайцы в то время ждали от своих правителей. Одним из ключевых аспектов великих достижений династии Тан считается их правовая реформа. По прошествии веков, на протяжении которых большинство народа, живущего в Китае, так и не смогло уверовать принципы закона, первые императоры династии Тан построили правовую систему доведенную до совершенства и основанную на здравом смысле, что далеко не всегда удается совместить. С точки зрения управления государством при династии Тан удалось возвести надстройку на нововведениях династии Суй, которые ее правоведы расширили. В разрез с их приверженностью буддизму подавляющее большинство правителей на заре династии Тан увидела преимущество конфуцианской образовательной системы и разработала синкретический подход одновременно и к религии и к общественной идеологии. Эпоха Тан знаменует начало периода в тысячу с лишним лет, когда подавляющее большинство императоров исповедовали вроде бы все религии без разбора и при этом не придерживались ни одной из них. Они молились у всех алтарей до тех пор, пока религиозные авторитеты ревностно служили их государству. В своей внешней политике императоры династии Тан делали упор на связях возрожденного Китая с окружающими его областями, так как населявшие их народы признали, так сказать, мягкую силу, которую Китай мог использовать через свое культурное воздействие и торговлю товарами, пользовавшимися там высоким спросом. Они, к тому же, нуждались в союзниках для ведения бесконечных военных кампаний против выскочек в Центральной Евразии, мечтавших о провозглашении собственных династий. В этот период тесные связи с Китаем сложились у Кореи, одновременно и с культурной и с политической точки зрения, благодаря союзу династии Тан с Корейским Королевством Силла в конфликте с могущественной империей Когуре, которой принадлежала власть в Северной Корее, восточной Маньчжурии и наряде участков Северного Тихоокеанского побережья, когда в 668 году империя Когуре потерпела поражение и господство Корея перешло к Королю Силла, с ним укрепилось там китайское решающее влияние. Мощное культурное влияние империи Тан, которое распространялось даже на такие страны, как Япония, к тому времени находившуюся в неясных отношениях с Китаем, имело непосредственное отношение к стремительной урбанизации и развитию торговли внутри этой империи. Купцы со всего региона съезжались в китайские города, в которых начали формироваться усложняющееся по составу сообщество. Их развитие способствовало формированию новой коммерческой системы. Первые китайские бумажные деньги выпустили в обращение в 650 году. Рост благосостояния народа порождал спрос на новые общественные блага, в том числе на произведения литературы, перераставшие классические и приобретавшие новые формы. Поэты династии Тан по имени Ли Бо и Ду Фу до сих пор пользуются популярностью наряду с самыми именитыми деятелями китайской литературы. В условиях городской жизни постепенно зародилась грамотная прослойка, создавшая культуру альтернативную официальной. И поскольку эта прослойка отличалась высокой образованностью, она впервые описала жизнь простого народа Китая, о которой мы теперь можем составить некоторое представление. Тогдашнее народное увлечение литературой стало возможным удовлетворить благодаря двум величайшим изобретением бумаги во втором веке до нашей эры и наборного шрифта около семисотого года нашей эры. Об этом можно судить по стертым изображениям на камне времен династии Хань. Оттиски с деревянных клише стали изготавливать при династии Тан, а печатный станок появился в одиннадцатом веке нашей эры. В скором времени в Китае начали издавать огромное количество книг, которые в других странах появились гораздо позже. В китайских городах к тому же процветали позаимствованные за рубежом стили популярной поэзии и музыки, смешавшиеся с классической традицией. Первый большой переломный момент сдал империю Тан в конце седьмого века, когда императрица У, считающаяся самой замечательной правительницей Китая, попыталась провозгласить свою собственную династию. После того, как императора Гао-Дзу в 655 году сразил паралич, эта молодая женщина, появившаяся при дворе в качестве наложницы низкого разряда, заняла положение одного из его ключевых советников и постепенно начала принимать важное решение самостоятельно, при том, что китайские историки часто осуждали императрицу У за ее жестокость и злокозненность, она вошла в историю своей страны как женщина исключительного таланта и неуемной энергии, ставшая во главе правительства после кончины Гао-Дзу в 683 году. В 690 году ее провозгласили полновластной императрицей и она правила Китаем до 705 года. Споры по поводу ее политики не утекают до сих пор, ведь она высоко ценила буддизм как государственную религию, но ее гений правителя очевиден всем. После отстранения императрицы У от власти, император Сюань-Зун попытался направить политику династии Тан в более спокойное русло, и при его правлении династия достигла максимальных вершин с точки зрения развития экономики и культуры. Однако к концу правления, продолжавшегося 44 года, борьба за власть среди его высокопоставленных военачальников стала причиной завершения периода стабильности и поднявший восстание Ань-Лушань поставил империю на колени. Беспредельно честолюбивый военачальник Ань-Лушань, наполовину турок, наполовину Согдианин и его преемники на протяжении почти десяти лет сражались с набиравшей авторитет коалиции, сформировавшейся для борьбы против них. В ходе этой междоусобицы противники полностью разорили огромные области Китая. Когда в конце восьмого века империя кое-как оправилась от подстигших ее бед, она представляла собой бледную тень былого величия. Периферийные территории утрачены, экономика в упадке и крупные города в развалинах. Можно сказать, что великую империю разрушили из-за маниакальной алчности и, возможно, заодно покончили с величайшим культурным подъемом когда-либо наблюдавшимся в Китае. Но на этот раз, в отличие от периода истории после краха династии Хань, наблюдается настоящее возрождение Китая как единой империи, хотя данный процесс происходил на протяжении жизни практически двух поколений китайцев. После того, как последнего императора династии Тан, 17-летнего юношу, в 1907 году принудили к отречению от престола, Китай внешне находился на пути к повторению его предыдущего опыта, полученного в период, который историки выразительно именуют периодом пяти династий и десяти царств. Но опыт империи Тан носит живительное отличие от судьбы Европы после крушения Римской империи. Китай теперь располагал наследием в виде продолжительного и успешного существования в качестве единого государства, чтобы возвратить такой статус. В то время как Римская империя для европейцев ушла в прошлое навсегда в X веке, китайцы находились намного ближе к такому идеалу. Исторический опыт послужил воеводе Джао Куаниню надежным фундаментом для предстоящего построения империи, когда собственные солдаты в 960 году внезапно провозгласили его императором. Джао Куанинь основал династию Сун. В качестве императора его упоминают под титулом Тай Цзу «Великий предок». И он вошел в историю с репутацией строгого правителя, видевшего в управлении империей прежде всего «Великий долг». Он утверждал, что ратники провозгласили его императором вопреки собственному желанию. Как правителя его отличала прагматичность. Он использовал образцы, наработанные в период правления династий Хань и Тан, когда видел в них прок, и при необходимости внедрял новые административные приемы. Сломав сопротивление всех остальных претендентов на престол, Тайцзу утихомирил народ страны отправкой своих противников на заслуженный отдых от государственных дел. К тому же он отправил в отставку своих собственных военачальников времен междоусобных стычек, легенду о том, как он пригласил их к себе на пир, а потом поздравил с окончанием их славной ратной карьеры живыми и здоровыми знает каждый китаец. Тайцзу стремился к установлению централизованного управления страной. Он предвидел, что большие задачи еще ждут его самого и его преемников. Даже при том, что со своей династии Сун Тайцзу перехитрил ближайших врагов, он понимал, что управлял империей меньшей по размеру, чем империи Хань и Тан. С севера над империей Сун нависал мощный соперник в лице империи Ляо, сформированной киданями, от них пошло европейское слово Катай, Китай, то есть монгольским племенем, находившимся под мощным влиянием одновременно тюрков и китайцев. Династия Ляо представлялась стойким противником и скоро стало ясно, что династия Сун даже на вершине славы не могла вытеснить ее со своей территории, простиравшейся южнее Пекина. Более того, к одиннадцатому веку императоры династии Сун платили империи Ляо Дань, оправдывая себя тем, что им приходится откупаться от новых вооруженных нападений и войны в целом. Изо всех великих династий Китая династия Сун считается единственной, при которой постоянно существовала угроза вторжения извне, даже когда она находилась на вершине внутренних достижений. Первые императоры династии Сун прилагали неимоверное усилие по восстановлению административной системы Китая, и они полагали, что для завершения этого дела китайский народ необходимо возвратить к его конфуцианским корням. В этом процессе им несказанно повезло. При дворе и в крупнейших городах наблюдалось повальное увлечение неоконфуцианской теорией. Как и многие зачинатели великих реформаторских движений, неоконфуцианцы повели пропаганду возвращения к изначальной рафинированной форме конфуцианского мышления. Но в действительности их представления больше относились к настоящему, чем к прошлому, и они послужили внедрению великих новшеств. Символом обновления служит деятельность человека по имени Оуян Сю. Оуяна, жившего в середине одиннадцатого века, можно с полным на то основанием назвать человеком своей эпохи. Он находился в центре оплодотворения великих идей, помогал в выработке моделей и методов, которым предназначалось определять ход истории Китая вплоть до девятнадцатого века. Оуян выдержал испытания на право занимать высшие посты в администрации императора в смехотворно юном возрасте двадцати трех лет от роду, и его назначили на должность в Лояне, то есть одной из старинных столиц династии Тан. Там он написал работы, которые перевернули всю китайскую философию, составил историю династии Тан, насочинял поэм, отредактировал справочник по принципам военной стратегии и дипломатии, а также разработал толковое предложение по реформированию налоговой системы. Оуян и подобные ему мужи сделали династию Сун самой важной из всех китайских династий с точки зрения обогащения национальной философии. Еще один китайский реформатор по имени Ван Аньши развил воззрение Оуяна, когда в 1058 году выпустил в свет свою летопись из 10 тысяч иероглифов. Ван Аньши возражал по поводу того, что его страну следует вернуть в ее славное прошлое, но в душе выступал в пользу проведения перемен прежде всего в плане построения единой централизованной империи. Ради этого полагал Ван Аньши правителям династии Сун следует укрепить власть своей столицы над провинциями посредством уравновешивания частных и общественных интересов. Только если им это удастся, утверждал он, император добьется единства народа и контроля над всей империей. Он выстроил толковую систему государственных закупок, в соответствии с которой заказы размещались по принципу доступности цены и наличия товара, а не по блату и положению в обществе. Гильдии получили государственное признание, а представителям их ключевых отраслей назначили официальный статус, которого прежде в Китае они никогда не имели. Тогдашние реформаторы к тому же определили, что следует отнести к сферам государственной и частной торговли, начали выдавать суды фермерам и внедрили систему Бао-Дзя, сохраняющуюся в Китае до настоящего времени. Все домашние хозяйства свели в десятки и эти десятки в сотни, на которые возложили коллективную ответственность за поддержание порядка и предоставление мужчин для ополчения. Реформаторы эпохи династии Сун создавали оживленную новым вдохновением тружеников экономику, интегрированное правительство и ясно прописанные законы, основанные на обязательствах и ответственности, им удалось воплотить на практике многое из задуманного. Хотя корни системы испытаний на право получения претендентами государственной должности лежат в глубокой старине китайской истории, именно в период правления династии Сун она заняла достойное место в административной структуре и просуществовала до 20 века. Неоконфуцианские ученые того времени определили также содержание этих испытаний, которым со временем суждено превратиться в китайскую ортодоксию. В то же самое время административные посты доставались тем, кто прошел курс обучения в соответствии с данными канонами. Больше тысячи лет через такую систему пропускались губернаторы провинций Китая, обладавшие набором положенных нравственных принципов и литературной культурой, приобретенными упорной зубрежкой. Испытания, которым они подверглись, предназначались для выявления кандидатов лучше других, ухватывавших суть нравственных традиций, переданных авторами классических трудов. Также проверялись их способности и умение сопротивляться нажиму. За счет этого китайское чиновничество превратилось в один из самых эффективных и идеологически однородных бюрократических механизмов, когда-либо существовавших в мире, к тому же сложившейся системой предусматривались достойные вознаграждения тем, кто успешно воспринял ценности конфуцианской ортодоксии, как свои собственные убеждения. Чиновничий класс в принципе отличался от остальной массы общества всего лишь только образовательным цензом, приобретенной степенью грамоты в необходимом объеме, подавляющее большинство государственных служащих, вышло из среды землевладельцев дворян, но теперь они стояли особняком от них, на своей должности, полученной по итогам испытаний на профессиональную пригодность, они пользовались статусом, уступавшим только статусу императорской семьи, а вдобавок еще огромными материальными и социальными привилегиями. Обязанности чиновников выглядели скорее общими, чем конкретными, зато раз в год им поручалось выполнение двух архиважных заданий. Доклад результатов переписи населения и составления земельных кадастров, на основе которых функционировало китайское налогообложение. Еще одна сфера их деятельности лежала в плоскости отправления судебной и контролирующей функции, так как решение дел на местах по большей части оставлялось на откуп местному дворянству, действия которого находились под контролем около двух тысяч окружных судей, назначавшихся из сословия чиновников. Каждый из них жил в квартале чиновников Ямынях вместе со своими секретарями, посыльными и домашней прислугой под рукой. Со времен династии Сун и дальше принцип состязательности служил гарантией того, что постоянный поиск талантов не сужался до категории подданных посостоятельнее и устоявшихся дворянских кланов. Китай представлял собой меритократию, в которой известную степень социальной мобильности всегда обеспечивала просвещение. Время от времени встречались рецидивы продажности чиновников и примеры покупки государственных должностей, но такие признаки государственного упадка обычно появляются к концу периода правления изжившей себя династии. По большей же части императорские чиновники демонстрировали замечательную заслуженность своего происхождения. Их следует назвать не представителями какого-то сословия, а сливками такого сословия, настоящей элитой, назначенной на должность в соответствии с личными достоинствами, обновляемой и продвигаемой по службе на конкурсной основе, как раз их усилиями создавалось государство. Таким образом, имперский Китай вряд ли можно отнести к категории аристократического государства. Политическая власть в нем не даровалась по наследству внутри благородных семейств, хотя благородное происхождение тоже играло свою роль в китайском обществе. Наследуемая возможность поступления на государственную должность сохранялась только в узком закрытом кругу двора, но и там дело касалось престижа, титулов и положения. О нереальной власти для императорских советников, поднявшихся на высокую ступень власти по официальной иерархической лестнице и ставших больше, чем просто чиновники, единственными соперниками считались придворные евнухи. Эти существа часто обличались императорами огромной властью потому, что по определению евнухи не могли завести семью, следовательно, они представляли собой единственную политическую силу, не связанную ограничениями официального протокола. В период правления династии Сун к тому же расцвело великое изобразительное искусство. В самом начале северный период истории империи Сун отмечен произведениями в дошедшей до нас цветной, шаблонной традиции, в то время как южные мастера эпохи Сун предпочитали монохроматические, однотонные, простые произведения. Обратите внимание на то, что они обратились к еще одной традиции, к формам, пришедшим от великих мастеров бронзового литья древнего Китая. При всей красоте керамики эпохи Сун, однако она больше известна многочисленными высочайшими достижениями китайской живописи, главным сюжетом для творцов которой служил пейзаж. В качестве этапа китайского развития, тем не менее, эпоха Сун больше прославилась радикальным усовершенствованием системы хозяйствования. В известной степени это можно отнести на технические нововведения, порох, подвижная литера и ахтер штевень, их появление можно проследить до эпохи Сун, но свою роль сыграло применение уже давно изобретенной к тому времени техники. Технические новшества на самом деле могли служить одновременно как признаком, так и поводом для подъема в хозяйственной деятельности, наблюдавшегося между десятым и тринадцатым веками. Этот подъем принес подавляющему большинству китайцев реальное увеличение доходов, несмотря на продолжающийся прирост населения. На этот раз еще до наступления новейшей истории экономический рост в течение длительного периода времени опережал формирование тенденции изменения структуры и численности народа населения. Одним из событий, обеспечивших такой экономический рост, конечно же, следует назвать открытие и внедрение разновидностей риса, дающего два урожая в год на щедро обводненных полях и один урожай на холмистой местности, увлажненной только весной. Свидетельство растущего объема производства в еще одном секторе экономики наглядно просматривается в вычислениях одного мудреца, сообщившего нам о том, что на протяжении нескольких лет сражений при Гастингсе в Китае выплавлялось без малого столько же железа, сколько во всей Европе шесть веков спустя. Текстильное производство тоже подверглось радикальному обновлению, прежде всего через внедрение предельного оборудования с водяным приводом. И не грех уже говорить о так называемой индустриализации эпохи Сун как очевидном для всех явлении. Трудно сказать, доказательства все еще оспариваются, почему произошел этот замечательный экономический скачок. Несомненно, свой вклад в китайскую экономику внесло государство, то есть правительство в виде инвестиций в общественные работы, прежде всего в прокладку путей сообщения, длительные периоды времени без вторжения иноземцев и внутренних массовых беспорядков должны были сыграть свою позитивную роль, хотя отсутствие мятежей объясняется тоже экономическим ростом, как их возникновение экономическим спадом. Главное объяснение, тем не менее, состоит в расширении рынков, в подъеме денежной экономики, происходивших в силу факторов, уже упомянутых выше, но которые во многом опирались на небывалое повышение производительности земледелия, при том, что темпы роста опережали темпы увеличения населения, появился капитал для привлечения дополнительной рабочей силы и совершенствования технологий через инвестиции и механизмы. Реальные доходы росли до тех пор, пока не возникли политические проблемы. В то время, как династия Сун часто и справедливо восхваляется китайскими историками, северную династию, с которой ей приходилось иметь дело, часто обходят стороной только потому, что она была этнически не китайской по своему происхождению. Империя Ляо представляется мощным государством, которому принадлежит значительный вклад в дело интеграции и остальной части Северо-Восточной Азии в китайскую сферу влияния. Такой вклад получился в силу конкретной модели правления, с которой императоры династии Сун в ее более поздние годы могли брать пример. Принцип династии Ляо заключался в управлении многочисленными народами своего государства главным образом в соответствии с собственными принципами этих народов. Тем самым предотвращались конфликты и стимулировалась преданность правящей династии. Точно так же, как при династиях Юань и Цин в Китае, которые тоже образовали иноземцы, императоры династии Ляо построили мультикультурное государство, состоявшее из народов, принадлежащих к разным культурам, у которого на вершине его развития существовала самая победоносная армия ее времени. Когда для династии Ляо наступило время бед, их источником послужило неэтническое разнообразие подданных, о намерении экспансии на юг с захватом столицы империи Сун города Кайфын. Пытаясь подорвать мощь своих противников в лице правителей династии Ляо, придворные императоры династии Сун заключают союз с племенем Джурджений, среди которых находились предки тех, кому предстоит основать династию Цин. Сибирская группа племен Джурджений двинулась на восток ради нанесения поражения империи Ляо и замены ее новым собственным государством. Союз правителей династии Сун с вождями Джурджений вполне себя оправдывал. К к 1125 году от империи Ляо практически ничего не оставалось. Но, как это часто случалось раньше в истории человечества, Джурджений не захотели останавливаться на границах империи Ляо. Вступив на территорию империи Сун, они взяли штурмом столицу Кайфын и захватили в плен императора и практически всех его придворных. Оставшиеся войска династии Сун удалось собрать южнее от реки Янзы, а потом основать государство под властью нового императора, но теперь его назвали империей Южная Сун. Практически все достижения той эпохи сохранились и продолжались к югу от Великой Китайской реки еще 150 лет, но на радикально сократившейся территории. Когда династии Сун все-таки пришел конец, его принесла сила, которой никто не мог ничего противопоставить, монголы. После сокрушения царства Джурджений на севере монголы потратили без малого 20 лет, непрерывно нанося удары южнее, и в 1279 году сопротивление династии Сун все-таки удалось сломить. Последний император этой династии, а им был восьмилетний мальчик, покончил собой вместе с восьмистами наложившими на себя руки членами августейшего клана, монголы провозгласили династию Юань под дланью хана Хубилая, приходящегося внукам Чингисхану. Хубилай правил всем Китаем и много чем еще. В начале его правления его власть простиралась от Тихого океана до Урала. Для Китая, как и для большей части всего мира, монголы открыли абсолютно новую эпоху, означавшую разрыв с прошлым и указывающую на касающееся всех будущее. Но на примере эволюции монгольской династии Юань еще раз подтвердилась неприходящая власть китайцев над своими завоевателями. Китай изменил монголов гораздо больше, чем монголы изменили Китай, и результатом изменений стало великолепие, о котором сообщает пораженный им Марко Поло. Хубилай порвал со старинным консерватизмом степей, недоверием к цивилизации с ее достижениями, а его последователи медленно становились приверженцами китайской культуры, несмотря на их изначальную настороженность к умудренным чиновникам. В конце то концов, они являли собой тонкую прослойку национального меньшинства правителей в океане китайских подданных. Чтобы выжить, им нужны были коллаборационисты. Хубилай провел в Китае почти всю свою жизнь, но китайский язык он освоил слабовато. Однако отношения между монголами и китайцами долгое время оставались далеко не братскими. Точно так же, как британцы в Индии девятнадцатого века, заключившие социальное соглашение по поводу предотвращения собственной ассимиляции их же подданными, монголы тоже искали однозначные запреты, чтобы держаться особняком. Китайцам запретили учить монгольский язык или жениться на монголках. Им не позволялось носить при себе оружие. Где только возможно, на административные посты назначали иностранцев, а не китайцев, точно так же, как это делалось в западных ханствах монгольской империи. Марко Поло в течение трех лет служил чиновником при Великом хане. Один нестурианин возглавлял имперское управление астрономии. Мусульмане из Мавернахра управляли Юньнанью. На несколько лет к тому же приостановили функционирование традиционной системы испытаний претендентов на занятия государственных должностей. Постоянную китайскую враждебность к монголам, особенно на юге, можно в известной степени объяснить подобными фактами. Когда монгольское правление в Китае спустя 70 лет после смерти Хубилая рухнуло, у китайцев появилось еще более утрированное уважение к традиции и возрожденное недоверие к иностранцам внутри китайского правящего сословия. Текущее достижение монголов, как бы там ни было, можно назвать весьма внушительными. Нагляднее всего они проявились в восстановлении единства Китая и воплощении его потенциала в виде великой военной и дипломатической державы. Покорение династии Сун на юге досталось большим трудом, но эту цель удалось достигнуть. Ресурсы Хубилая увеличились в два с лишним раза, они включали мощный военный флот, и он начал восстанавливать китайскую сферу влияния в Азии. Только в Японии ничего не получилось сделать. На юге монголы вторглись на территорию Вьетнама, хануя не брали трижды, а после смерти Хубилая на какое-то время они заняли Бирму. Эти завоевания на самом деле были временными и служили выколачиванию из покоренных народов Дани после ухода победителя. На яве монголам тоже сопутствовал военный успех. Они высадились на побережье острова и в 1292 году взяли штурмом его столицу. Однако удержать ее не смогли. К тому же наблюдалось дальнейшее развитие морской торговли с Индией, Аравией и Персидским заливом, открыто еще при династии Сун. Раз уж монгольский режим пал, его нельзя считать совершенно успешным. Но делать такой вывод не совсем справедливо. Практически все позитивное монголам удалось осуществить всего лишь за столетия с небольшим. Внешняя торговля процветала как никогда прежде. Марко Поло сообщает, что беднота новой столицы города Пекина питалась от щедрот великого хана, и это уже был большой город. Наш современник увидит также много привлекательного в обращении монголов с религией. Даже при том, что носители некоторых вероисповеданий ислама, иудаизма особенно, попали в беду при династии Юань из-за их предполагаемой так сказать обособленности, большинство религиозных обрядов положительно поощрялось. Например, буддистские монастыри освободили от податей. Понятно, что при этом утяжелялось бремя на других подданных, как при любой государственной поддержке той или иной религии. За религиозное просвещение платили земледельцы. В XIV веке выразительными признаками упадка династии послужили стихийные бедствия в сочетании с вымогательством монголов, грозящим новой волной мятежей в сельской местности. Их положение могло и дальше ухудшиться из-за уступок монголов в пользу китайского нетитулованного мелкопоместного дворянства, предоставление земледельцам новых прав в отношении арендаторов их угодий едва ли способствовало укреплению общественной поддержки режима. Началось появление тайных сообществ, и одно из них под названием «Красные повязки» получило поддержку со стороны нетитулованного мелкопоместного дворянства и чиновников. Отряд мятежников одного из вожаков, монаха по имени Джу Юань Джан в 1356 году захватил Нанкин. Спустя 12 лет Джу Юань Джан изгнал монгольских правителей из Пекина, объявил себя императором Хуню и основал династию Мин. Мины отличались от трех своих великих предшественников в лице Юани Сунов и Танов, а также от преемников Цинов тем, что в культурном плане были ближе ко всему китайскому и, возможно поэтому, с точки зрения идеологии больше внимания уделяли укреплению стабильности и равновесия. Именно во время правления Минов многие иноземцы приезжали в Китай, чтобы познакомиться с неподвижным, неподверженным никаким переменам и всегда корректным государством, строгое следование процедуре, соблюдение иерархии и уважение статуса в эпоху Мин проявились наиболее рельефно за всю историю Китая. Наравне с остальными китайскими революционными предводителями император Ху Ню превратился в последовательного блюстителя традиционного порядка. Представители основанной им династии способствовали небывалому культурному расцвету своей империи и сумели сохранить политическое единство Китая со времен монгольского владычества до 20 века. Зато практически всегда навязывали своему народу консервативное правление, хотя интенсивное социально-экономическое развитие в их стране шло уже с 10 века. Политика Минов во многих отношениях выглядела достойной реакцией на то, что рассматривалось в качестве отрицательных проявлений нестабильности. Лишить китайца дерзновенности его ума до конца ни у кого никогда не получалось. Понятное дело. И к тому шел этот процесс очень неторопливо. Сын Джу Юань Джана, император Юн Ле, который пришел к власти после мимолетной гражданской войны в 1402 году, поручил своему флотскому начальнику мусульманского происхождения адмиралу Джен Хе построить гигантский новый флот для решения задач на заморских территориях. Получив буквальное задание собрать дань с четырех концов света, Джен Хе фактически предпринял экспедицию по исследованию вот иностранных государств, в ходе которой собрали массу полезных сведений для своего правительства, располагая самыми крупными судами своего времени, а его флагманский корабль был 440 футов или 134 метра длиной, адмирал Джен за семь плаваний достиг берегов Восточной Африки. Свой последний вояж он завершил в 1433 году или за год до того, как первый португальский морской капитан обошел мыс Буждур южнее Марокко. Нам остается только гадать, что произошло бы, если китайские морские исследовательские путешествия продолжились бы. Флот Джен Хэ состоял из 250 судов с больше чем 10 тысячами матросов и солдат на борту. Когда Васко Дагама прибыл в Малинди на территории нынешней Кении через 80 лет после посещения этого порта адмиралом Дженом, этот португальский флотоводец располагал четырьмя судами с командами 170 человек. Но императоры, последовавшие за Юн-Ле, особого интереса к зарубежным экспедициям не питали. Они стремились к совершенствованию империи изнутри и укреплению ее сухопутных границ. Главные участки Великой Китайской Стены, которые мы видим сегодня, сохранились со времен династии Мин. Неудивительно, что они могли появиться там, откуда происходила угроза нападения захватчиков. Чтобы контролировать северную границу, Юн-Ле перенес столицу ближе к северу, в Пекин, в так называемую северную столицу, где с тех пор, как правило, и находилась столица Китая. При том, что мины переняли, на удивление, большую часть расположений и административных систем у юаней, им не было чуждым новаторство. Они развивали централизованную бюрократию, причем более совершенную, чем все, что когда-либо существовало в Китае прежде. Даже при всем этом их реформы, по большому счету, выглядят весьма консервативными. Более поздние императоры династии Мин свято верили в свое предназначение, состоявшее в восстановлении идеального Китая, сошедшего на нет из-за нерадивых собственных правителей и вмешательства во внутренние дела варваров-захватчиков. При минах подверглась централизации не одна только бюрократия. К тому же произошло значительное сосредоточение богатства в руках нескольких кланов или семей, и у них часто существовали официальные связи на провинциальном или центральном уровне. Поскольку члены императорской семьи пользовались преимуществом с точки зрения оказания влияния при дворе по сравнению с высокопоставленными чиновниками или военачальниками, к концу правления этой династии компетентных людей ей явно не хватало. Целая череда императоров фактически заперлась в своих дворцах, а в это время их фавориты и отпрыски императорского рода вели вокруг них обсуждение роскоши императорских поместьей, приходивших в упадок. В это время власть в правительстве начали прибирать к рукам евнухи. Кроме Кореи, где поползновение японцев удалось отбить в конце шестнадцатого века, мины не могли удерживать в своем полном подчинении периферийные области Китайской империи. Индокитай из сферы китайского влияния выпал, из-под контроля китайца более или менее освободился Тибет, а в 1544 году монголы спалили пригород Пекина. Опять же, при минах прибыли первые европейцы, искавшие нечто большее, чем возможность торговли или научных открытий. В 1557 году в Макао укоренились португальские купцы. Многого из того, в чем нуждались китайцы, они предложить не могли, кроме серебра. За купцами последовали иезуитские миссионеры, и в условиях официальной терпимости конфуцианской традиции у них появились возможности, которыми они в полной мере воспользовались. Они приобрели решающее влияние при дворе минов после того, как один из них по имени Матео Ричи утвердился там в 1602 году. Но одновременно с тем, что кое-кто при дворе восхищался ученостью его и остальных иезуитов, нашлись китайские чиновники, отнесшиеся к ним с подозрением. К тому времени, наряду с механическими безделушками и часами, добавившимися к императорским коллекциям заботами миссионеров, китайских интеллектуалов заинтересовали научные и космографические знания иезуитов. Большая роль принадлежит иезуитам, скорректировавшим китайский календарь, ведь пожертвование император обязан был приносить соответствующее их предназначению дни. От иезуитов китайцы научились также отливать тяжелые артиллерийские орудия, ремесло весьма полезное в беспокойном мире. Глядя сквозь века на китайское государственное строительство, независимо от того, касается это отдельных царств или в целом империи, можно сделать несколько общих наблюдений. Невзирая на все значение государства, глубочайшие корни китайской самости по-прежнему уходили в кровное родство. Во все исторические времена сохранялась важнейшая роль клана, потому что он служил мобилизующим началом многочисленных связанных родством семей, пользующихся общими атрибутами вероисповедальной и подчас экономической категории. Распространение и роль семейного влияния облегчались и возвеличивались еще и потому, что в Китае не признавали право первородства. Наследство отца обычно подвергалось разделу после его смерти. Но в океане общества роль промысловой рыбы, в котором играла семья, правил один библейский левиафан государство. Только в нем и в семье конфуцианцы искали власть. Те атрибуты безоговорочно признавались всеми, так как в Китае не существовало никаких учреждений типа церкви или общины, из-за которых в Европе так надежно удалось запутать вопросы права и правления. Существенные особенности китайского государства сложились уже к временам танов. Им предстояло сохраняться до наступления двадцатого века, а характерные для них отношения существуют до сих пор. Особая роль в их формировании принадлежит объединяющей деятельности династии Хань. Но положение императора как обладателя мандата небес можно считать само собой разумеющимся еще во времена династии Цинь. Приход и уход династии никак не сказывался на статусе императора, так как свержение всех династий можно было всегда оправдать отзывом их мандата небес. Литургическая роль императора, как ничто иное, укрепилась через предоставление ему права при династии Хань приносить жертвы, позволенные только ему одному. Все же его положение также изменилось в самом положительном смысле. Постепенно правитель, по существу представлявшийся великим феодальным магнатом, его власть служила продолжением власти его семьи или владения, превращался в правителя, руководящего централизованным бюрократическим государством. Прочность его административной конструкции обеспечивали многие сотни чиновников. Начало всему этому было положено в глубокой старине. Еще во времена династии Джоу пришлось приложить громадное усилие по прокладке каналов для транспортного сообщения. Высочайшая квалификация в организации дела и многочисленные человеческие ресурсы требовались для решения такой задачи, и только при наличии мощного государства их можно было мобилизовать. Несколько веков спустя первый император династии Ци оказался в состоянии соединить участки Великой Китайской Стены в непрерывный барьер протяженностью 1400 миль 2600 километров от проникновения врагов извне. Согласно легенде, его достижение стоило жизни миллиону человек. Верно это или вымысел? В легенде освещается реальный взгляд на Китайскую империю. При его династии продолжалась стандартизация меры весов, а также произошло своего рода разоружение подданных, зато у империи появилась армия численностью миллион солдат. Правители династии Хань вели государственную монополию на чеканку монет и стандарт для своей валюты. При них также начался прием на государственную службу через конкурсное испытание. Хотя такая инициатива оказалась недолговечной, конкурсную практику возобновили во времена ТАНов, так как она представляла большую важность. Территориальная экспансия потребовала большего количества управленцев. Появившейся бюрократии предстояло пережить многочисленные периоды разобщения. Вот вам доказательства ее живучести, и она до конца оставалась одним из самых наглядных и характерных атрибутов имперского Китая. Она, можно предположить, послужила ключом к успешному выходу Китая из эпохи, когда на смену рухнувшим династиям приходили постоянно пребывающие в междоусобной сфаре мелкие местечковые государства, раскалывавшие достигнутое было единство, бюрократия соединяла Китай воедино через идеологию, а также методы управления. Государственные служащие обучались и экзаменовались на конфуцианской классике, грамота и политическая культура тем самым переплетались в Китае как нигде более. Ясно, что в китайском государстве не следовало искать смысла в европейском различии между правительством и обществом. Чиновник, ученый и дворянин обычно соединялись в одном человеке, сочетавшем множество ролей, которые в Европе предстояло поделить между государственными специалистами и неформальными авторитетами общества. Он сочетал их черты также в рамках идеологии, которая намного очевиднее считалась более важной в обществе, чем где-либо еще, кроме, возможно, ислама. Предохранение конфуцианских ценностей представлялось совсем нелегким делом, тем более им нельзя было заниматься только на словах. Китайская бюрократия заботилась о тех ценностях посредством личного нравственного примера, как это издавна практиковало духовенство в Европе. А в Китае не было никакой церкви, чтобы выступать в качестве альтернативы государству. Сами мысли, вдохновлявшие бюрократию, часто выглядели консервативными. При обладающей административной задачей рассматривалось поддержание установленного порядка. Цель китайского правительства состояла в наблюдении, сохранении, укреплении и от случая к случаю внедрении новшеств в практических делах через выполнение масштабных общественных работ. Наиважнейшими целями бюрократии ставилось сохранение единообразия и поддержка единых стандартов на территории огромной и разнообразной по составу империи, где многие окружные судьи при исполнении своих обязанностей отделялись от народа даже отсутствием общего языка. В достижении своих целей бюрократия весьма преуспела, и ее нравственный облик сохранился в нетронутом виде после всех переломных моментов в судьбе династий. На ступеньку ниже конфуцианской ортодоксии чиновников и мелкопоместного дворянства важность имели несколько иные убеждения. Даже некоторые представители высших социальных сословий обратились к даосизму или буддизму. Буддизму суждено было приобрести большую популярность после краха династии Хань, когда в условиях раскола империи у буддистов появилась возможность проникновения в Китай. В традиции Махаяны буддизм представлял большую угрозу Китаю, большую, чем любая другая идеологическая сила до прихода христианства, так как в отличие от конфуцианства ею проповедовалось отрицание мерзких ценностей. Махаяну не удалось искоренить совсем, несмотря на гонения при династии Тан. Нападки на ее сторонников в любом случае предпринимались скорее по финансовым, чем идеологическим соображениям. В отличие от гонений на неверных, поощряемых властями Римской империи, китайское государство больше интересовало недвижимая собственность, чем исправление религиозной чудаковатости отдельных подданных. При императоре, отличавшемся от остальных владык самыми рьяными гонениями на представителей неугодных конфессий, говорят, он исповедовал даосизм, упразднили больше четырех тысяч монастырей, а больше четверти миллиона монахов и монахинь из них пустили бродить по свету. Тем не менее, невзирая на такой ущерб для буддизма, конфуцианцам пришлось мириться с буддистами. Ни одна другая иноземная система взглядов не повлияла на правителей Китая так сильно до появления марксизма в двадцатом веке. Императоры и императрицы вплоть до двадцатого века иногда исповедовали буддизм. Задолго до всего этого даосизм развивался в мистический культ, по пути позаимствовавший кое-что у буддизма, привлекательный одновременно и для тех, кто искал личное бессмертие, и для тех, кто считал симпатичной для себя отрешенную созерцательность как спасение от усложняющейся китайской жизни, даосизм как таковой никогда не утрачивал своего значения. Признание его сторонниками субъективности человеческой мысли придает даосизму видимость смирения, которое некоторые представители других культур, отличающихся более агрессивными интеллектуальными отношениями, находят привлекательным для себя сегодня. Такого рода религиозные и философские понятия, важные сами по себе, касались непосредственно жизни крестьянина лишь немного больше, чем конфуцианство, кроме ренегатских его форм. Жертва опасностей войны и голода искала выход в магии или суеверии. То немногое, что можно узнать о жизни такой жертвы, служит пищей для предположения о том, что подчас она казалась невыносимой, а иногда просто ужасной. Знаменательным симптомом представляется появление при династии Хань крестьянских восстаний, то есть явление, ставшего главной темой китайской истории, сопровождающей ее практически в том же ритме, что и смена династии. Угнетаемая чиновниками, действующими от имени императорского правительства, требующего подати для ведения военных компаний за границей или исходящих из собственных шкурных интересов, как спекулянты зерна крестьянства, обратилась к тайным обществам, тоже постоянно всплывающим в китайской истории. Их восстания часто принимали формы религиозных мятежей. Эскатологическое, манихейское напряжение красной нитью пронизывало китайскую революцию, вспыхивавшую в разных образах, но всегда после нее устанавливался мир, дуалистически разделенный на добро и зло, благочестивых и искусителей. Иногда восстания угрожали общественному строю, но крестьяне редко пользовались плодами побед на протяжении долгого времени. Еще одна всеобъемлющая историческая тема касалась демографии. На протяжении периода разброда, наступившего после свержения династии Хань, наблюдалось коренное смещение демографического центра тяжести в направлении юга, и с приходом династии Тан еще больше китайцев стало жить в долине Янзы, чем на прежней равнине реки Хуанхэ. Эти китайцы обеспечивали себе пропитание за счет истребления южных лесов и обработки новых земель для выращивания риса, но к тому же в их распоряжении появились новые зерновые культуры. Сложенные вместе эти факторы определили возможность общего роста численности населения, который еще ускорился при монголах и минах. Судя по некоторым расчетам, население Китая, в 14 веке оцененное 80 миллионов человек за следующие 200 лет могло увеличиться в два с лишним раза и к 1600 году достигло около 160 миллионов подданных империи. По сравнению с численностью населения во всех остальных уголках планеты, такое количество китайцев представляется огромным, но дальше их будет гораздо больше. Ощутите громадный вес данного факта. Отдельно от громадной потенциальной важности, придаваемой им Китаю в мировой истории народонаселения, он открывает перспективу для великих достижений китайской культуры и имперской власти, опиравшихся на огромную массу отчаянно бедных крестьян, совершенно равнодушных к таким вещам. Практически вся их жизнь ограничивалась собственной деревней. Совсем немногие из них могли надеяться сбежать из нее или хотя бы замыслить такой поступок. Подавляющее большинство крестьян мечтало лишь о приобретении сомнительной, но надежнейшей доступной им гарантии жизни права на собственность небольшого участка земли. Однако достижение такой цели становилось все более трудным, поскольку численность населения росла и постепенно всю плодородную землю разобрали, обработка постоянно сокращавшихся наделов становилась все более интенсивной. Из ловушки голода у земледельцев осталось только два выхода бороться или бежать, бунтовать или переезжать в другое место. На определенном уровне активности и успеха они могли рассчитывать на поддержку со стороны мелкопоместного дворянства и чиновников, проникшихся благоразумием или сочувствием. Когда такое случалось, речь могла идти о приближающемся закате династии, так как конфуцианскими принципами предусматривалось следующее положение — мятеж или переселение считались явлениями порочными, если у власти находился достойный царь. Зато правительство спровоцировавшее и не способное справиться с восстанием следовало менять в силу самого факта противозаконности произошедшего. Больше других во времена бед или голода страдали среди прочих категорий женщины. О них нам известно очень мало. Даже в литературе их обходят стороной, а упоминают о женщинах разве что в печальных коротеньких стихах и любовных романах. При этом они составляли половину населения Китая или возможно немного меньше в трудные времена, когда девочек младенцев в нищих семьях обрекали на смерть. Такой факт возможно служит показателем места женщин в Китае, но совсем недавнего времени еще нагляднее, чем более знакомая и загадочно поразительная практика бинтования ступней ног, существовавшая с десятого века, которая вызывала уродливые деформации костей, когда дамы знатного происхождения практически утрачивали способность к ходьбе. Хотя время от времени в Китае появлялись сильные женщины во власти от императриц до предводителей клана, как и в Европе, женщинам отводилось место зависимых от мужчин созданий. Однако существовали важные местные отклонения в этом отношении. Женщины на юге Китая занимали более почетное положение в обществе, чем на севере. Но стандарт выглядит одинаково уныло по времени и по месту. Еще труднее сказать, почему после временного возврата к отправной точке в конце эпохи Сун и последующего возобновления роста тогдашний интенсивный экономический подъем, который обусловил повышение объема потребления большим числом подданных, все-таки закончился. Как бы там ни было, но экономический рост не возобновлялся в прежнем масштабе вплоть до наступления двадцатого века. Однако экономический рецидив после завершения эпохи Сун нельзя считать единственным фактором для объяснения причин, почему в Китае больше не случилось революционных преобразований в экономической и технической сферах, отмеченных в Европе. Несмотря на изобретение книгопечатания, масса китайцев оставалась неграмотной практически до конца двадцатого века, крупные города Китая при всем их росте и торговой оживленности не обеспечили свободы и неприкосновенности личности, которые послужили приютом для людей и идей в Европе, не обеспечили они культурную и интеллектуальную жизнь, которая в конце коренным образом изменила европейскую цивилизацию, не появилось в них тех людей, что высказали сомнения в установившихся порядках. В распространении этих расхождений на всю систему хозяйствования следует соблюдать должную осторожность. По результатам новых исследований можно сделать вывод о том, например, что уже в восемнадцатом веке производительность сельского хозяйства Китая сравнялась с производительностью аграрного сектора любой другой ведущей державы мира. Точно так же уровень жизни на селе в самом плодородном районе Китая область нижнего течения реки Янзы достигал приблизительно уровня самых плодородных регионов Европы. Англия и Нидерланды в тот же самый период истории, в то время как экономический рост и прирост населения ложились большим временем на освоенные ресурсы, экологическая ситуация в Китае была не намного хуже чем в Европе, а в некоторых областях намного лучше благодаря эффективному и дешевому транспорту и техника находившаяся в распоряжении аграриев и ремесленников считалась достаточно современной для обеспечения одновременно высокой производительности в глобальном сравнительном отношении и высокого уровня выпуска сельскохозяйственных товаров и изделий кустарного промысла даже при том что Китаю не было нужды до 20 века возвращать себе позиции страны с самой динамичной экономикой в мире техническая база и производительные силы в целом снабжали его население по более высоким стандартам в целом чем в Европе далеко за пределами империи династии Мин однако совершенно ясно что период от Тан до Сун послужил особенно динамичной эпохой в китайской истории его объяснение может находиться в самом успехе китайской цивилизации в достижении иной цели обеспечении последовательности и предотвращении коренного изменения ни бюрократический аппарат ни социальная система не одобряли новатора кроме того горделивая приверженность конфуцианской традиции и самоуверенность возникшая в силу огромного богатства и удаленности мешала изучение опыта зарубежных стран и китайская нетерпимость тут ни при чем ее как таковой не существовало евреи христиане нестуриане персы зороастрийцы и арабские мусульмане давно исповедовали свою собственную религию без малейших ограничений а последние даже привлекли в свою веру некоторых новообращенных образовавших устойчивое мусульманское меньшинство даже когда официально объявили об отсутствии интереса ко всему иностранному как это наблюдалось к концу правления династии Мин Китай остался открытой империей для идей технических новинок и народов в начале 18 века Мины нуждались в любых новых идеях которые только можно было приобрести особенно в военной области с севера им угрожала группа врагов формировавшаяся на территории Маньчжурии которой они позже присвоили это имя но как маньчжуры они получили известность только после покорения Китая Путин открыли в 1640-х годах крестьяне поднявшие мятеж и заговорщики предпринявшие попытку силового захвата китайского престола один военачальник императора попросил у маньчжур помощи и они преодолели великую китайскую стену но только для того чтобы в 1644-м году водрузить на китайский престол свою собственную династию Цин и походя ликвидировать собственный клан этого военачальника как и остальные иноземцы маньчжуры давно восхищались цивилизацией которой сами же угрожали и уже подверглись культурной китаизации еще до вторжения они освоили китайскую административную систему которую воспроизвели в собственной столице городе Шэньян и видели свою задачу в возвращении империи к незыблемым конфуцианским основам в свое время Цинам предстоит открыть в Китае первую новую эру и построить империю превышающую по площади территорию любой из предыдущих династий Глава седьмая Япония Было время когда европейцы особенно англичане представляли себе Японию как Великобританию Тихого океана Такая параллель выводилась на нескольких уровнях Они выглядели более правдоподобными чем другие но в географических особенностях положения японских и британских островов просматривалась бесспорная крупица реальности факта Обе монархии сложились на островах и судьбу их народов определила близость моря Обе монархии находились на небольшом расстоянии от соседних континентальных территорий оказывающих на них глубочайшее влияние Цусимский пролив отделяющий Японию от Кореи приблизительно в пять раз шире Дувровского пролива Падекале и жителям Японии удалось сохранить свою обособленность от азиатской терра фирма Суши гораздо полнее чем англичане могли на это рассчитывать подвергаясь нашествиям с континента Европы тем не менее такую параллель вполне можно обосновать ее правомерность подтверждается озабоченностью давно не покидавшей японских правителей по поводу опасности появления мощной державы на корейском полуострове точно такую же озабоченность можно отметить у британцев относительно опасности того что Нидерланды могут оказаться во власти враждебных Британии политических сил Собственно японцы могли переселиться на свои острова с территории Кореи около трехсотого года до нашей эры и на протяжении долгого времени осуществлялся активный культурный обмен между населением их островов и материковой Азии когда в восьмом веке нашей эры в Японии появляются собственные хронологические летописи эта страна представляется разделенной между многочисленными кланами во главе которых стоял император чьи полномочия определялись нечетко зато родословное прослеживалось до самой богини солнца Аматерасу японцы жили в основном на южном и центральном островах они занимали всю территорию современной Японии здесь самый умеренный климат и самые благоприятные перспективы развития сельского хозяйства в доисторические времена после внедрения рисоводства и освоения потенциала рыбного промысла в японских водах у жителей этой гористой страны уже появилась возможность накормить непропорциональное площади территории громадное население однако нехватка плодородных земель постоянно всплывала в японской истории в 645 году нашей эры из-за тупиковой политики господствовавшего в Японии клана в истории страны наступил поворотный момент и к власти пришел новый клан Фудзивара ему предстояло возглавить великую эпоху японской цивилизации и из его среды выдвигались все императоры того периода истории в этой смене династии просматривается нечто большее чем просто политическое значение она к тому же ознаменовала сознательное усилие по перенаправлению японской действительности на пути обновления и реформ такое направление можно было принять только лишь по подсказке то есть по нагляднейшему примеру цивилизации и державы известной японцам к тому же скорее всего наиболее рафинированному образцу для всего мира того времени имперскому Китаю к тому же Китай представлял собой пример растущей грозной для соседей державы в качестве еще одной темы японской истории следует упомянуть поддержание и часто изменение характера отношений Японии с Китаем китайцы японцы и корейцы считаются тесно связанными генетическим кодом народами хотя народу Айну который обосновался на севере Японии приписывается восточно-сибирское происхождение и некое отношение к группам племен переселившимся в Америку в доисторические времена Япония вроде бы следовала в кельваторе цивилизации материковой Азии с частым согласованием курса через Корею бронзовые памятники материальной культуры например появляются на японских островах только в первом веке до нашей эры или около того но в первых упоминаниях Японии китайскими летописцами в третьем веке нашей эры ее все еще изображают страной не затронутой по большому счету событиями на материке и непосредственное китайское влияние особой роли не играет до наступления веков наступивших после краха империи Хань затем с расширением контактов японцев с корейскими королевствами японские острова полностью втянулись в китайскую культурную орбиту эти связи впоследствии укрепились через обмен учениками буддистских наставников конфуцианство буддизм и технология применения железа пришли в Японию из Китая предпринимались попытки провести изменения административной системы по китайским лекалам прежде всего в Японии позаимствовали китайскую письменность и ее иероглифы использовали для создания письменной формы местного языка все же культурная притягательность и зависимость от нее не означали политического подчинения японцев китайцам японская система государственного управления из единого центра уже состоялась во всем объеме и масштабе к началу периода централизации империи и значительные усилия по ее реформированию предпринимались в седьмом и восьмом веках все же в конечном счете Япония развелась не в направлении централизованной монархии а на путях того что можно на западный манер назвать феодальной анархией на протяжении практически девятисот лет все еще трудно ухватить политическую нить привязанную к японской истории намного очевиднее выглядит ее социальная преемственность с самого начала исторической эпохи вплоть до настоящего момента ключи к преемственности и прочности японского общества принадлежали семье и традиционной религии клан представлял собой увеличенную семью а нация самую большую семью страны японский император в патриархальной системе образно говоря восседал во главе семейного стола перед своей нацией точно так же как предводитель клана перед своими родственниками или даже мелкий фермер перед своими домочадцами жизнь семьи и клана сосредоточивалась на участии в поклонении традиционному культу известному под названием синтоизм его ритуальный смысл заключался в поклонении известным местным или семейным божествам у алтарей и в составе семьи в надлежащие для этого времена данная религиозная традиция сохраняла определенные ценности и взгляды на происхождение всего сущего однако у нее отсутствовала неизменная догма каноническое священное писание или даже конкретный основатель когда в шестом веке в Японию завезли буддизм он самым естественным образом прижился внутри этих традиционных японских воззрений нормативно правовое единство древней Японии выглядело не таким контрастным как сплоченность ее общества все японское общество сосредоточивалось на личности императора хотя с начала восьмого века власть императора все больше тускнела и такой потускневший несмотря на усилия отдельных решительных личностей оставалось до девятнадцатого века оттеснение императора на второй план во многом произошло из-за деятельности будущих реформаторов седьмого века так как один из них считался основателем великого клана Фудзивара за последовавшую сотню лет или около того его родственники установили тесные связи с имперским домом через заключение брачных союзов поскольку детей часто воспитывали в домах семьи их матерей члены клана пользовались возможностью оказания решающего влияния на формирование взглядов будущих императоров с самого нежного возраста в девятом веке предводителя клана Фудзивара назначили регентом при императоре уже совершеннолетнем человеке и его представители правили большую часть эпохи названной Хэйян 794 1185 годы имя эпохи происходит от названия города-столицы ныне он носит имя Киото тот клан надежно контролировал центральное правительство посредством брачных союзов и императорского двора его предводители выступали от имени императора клан Фудзивара много сделал для того чтобы как-то скрыть ослабление авторитета императора но на самом деле этот императорский клан по большому счету превращался в один из нескольких кланов существовавших в тени Фудзивара каждый из которых управлял собственной водчиной более или менее самостоятельно само смещение императора стало практически свершившимся фактом после перехода всей власти к клану Фудзивара период Камакура 1185 1333 годы получил свое название потому что власть перешла к клану поместья которого находились на территории одноименной области и то что все свершилось в обход императорского двора оставшегося в Хэйяне ясно стало практически всем как раз в начале периода Камакура появляется первый представитель из череды военных диктаторов носивших титул Сёгун они правили от имени императора но фактически пользовались значительной степенью самостоятельности император жил на доходы от его собственных поместьй и пока он устраивал Сёгунов с их собственными намерениями у него под рукой всегда находилась военная мощь когда же он шел им наперекор то лишался этой мощи такая невнятность императорской власти радикально отличалась от того что наблюдалось в Китае который брали за образец японские реформаторы седьмого века они ставили перед собой сложнейшую задачу на протяжении веков существовала определенная последовательность от осуществления незаконного захвата центральной власти от имени императора до фактического исчезновения любой центральной власти несомненно существовало фундаментальное отклонение в традиционных клановых привязанностях японского общества в сторону отрицания любой центральной власти В удаленных от столицы долинах прятались цитадели великих феодалов, однако правители заморских стран вполне успешно справлялись с подобными проблемами. Ганноверские правительства Британии XVIII века укротили обитатели Шотландского Нагорья с применением карательных экспедиций и через прокладку военных дорог. Более определенное объяснение можно отыскать на путях того, как через земельные реформы VII века, послужившие ключом к политическим переменам, на практике удалось свести на нет влияние кланов при дворе. Некоторыми из них предусматривались привилегии и льготы, такие же, как в некоторых нормативных актах относительно земловладения религиозных учреждений. Самым распространенным примером злоупотреблений, сопровождавших эти реформы, было предоставление освобожденных от податей поместий дворянам, служившим при императорском дворе, в качестве платы за выполнение ими своих обязанностей. Сами представители клана Фудзивара не желали отказываться от такой практики. На более низком уровне мелкие собственники искали покровительство для себя и своего участка земли со стороны влиятельного клана ради получения надежного места на государственной службе в обмен на освобождение от арендной платы и принудительных общественных работ. Такими мерами предусматривалось убить сразу двух зайцев, заложить прочную основу для власти местных феодалов и одновременно лишить центральную административную структуру налоговых поступлений. Налоговые поступления в форме доли от урожая зерновых шли не в казну имперской администрации, а человеку, которому предоставили государственную должность. Такого рода государственная служба, какая существовала в Японии, в отличие от китайской, предназначалась исключительно для аристократии. В отсутствии состязательности для претендентов на государственные должности она не могла служить опорой для какой-либо группы чиновников, интересы которой противоречили интересам наследников благородных семей. В провинциях государственные посты на ступень ниже высшего уровня обычно предназначались для местных знаменитостей, и только на высшие должности назначались достойные государственные служащие. Никто специально не планировал постепенного перехода к военному правлению, происхождение которого лежит в потребности делегирования некоторым семьям пограничных районов обязанностей по защите империи от ее непокоренных народностей Айну. Постепенно авторитет военных кланов вызывал к их предводителям привязанность людей, нуждающихся в защите от опасностей смутных времен, и потребность такой защиты на самом деле существовала. Провинциальное инакомыслие можно было воочию наблюдать с X века. В XI веке наглядно проявилось появление в крупных поместьях монореальных чиновников. Они осуществляли наделы, управление и использование земель их формальных владельцев, а также проявляли привязанность к воинственным кланам в примитивной связи службы и лояльности. В сложившейся обстановке происходило возвышение клана Минамото до полноценного господства в стране, послужившего воссозданию центрального правительства на заре эпохи Камакура. В одном отношении эти междоусобицы выглядят своего рода роскошью. Японцы могли позволить себе развлекаться ими, так как жили в островном государстве, которому заморский злоумышленник угрожал лишь от случая к случаю. Среди прочего это означало, что у японцев не было никакой потребности в национальной армии, способной обуздать неугомонные кланы. Хотя в 1945 году Япония чуть было не подверглась оккупации, никогда сапог чужеземного солдата не находил надежную опору на ее земле, и этот факт во многом послужил формированию японской национальной психологии. Консолидация национальной территории, по большому счету, состоялась в IX веке, когда удалось утихомирить народы Севера, и после этого национальная целостность Японии редко подвергалась какой-либо серьезной внешней угрозе, хотя ее отношения с другими государствами претерпели множество изменений. В VII веке японцев изгнали из Кореи, и это было в последний раз за многие века, когда они своим присутствием устанавливали там власть. Так начиналась эпоха культурного раболепия перед Китаем, равного собственной неспособности к сопротивлению ему на материке. Японские посольства направлялись в Китай в интересах налаживания торговли, совершенствования отношений и культурных контактов. Последняя из них прибыла в Пекин в первой половине IX века. Еще одного посланника назначили в 894 году. Его отказ от службы посланникам знаменует особенность той эпохи, так как он обосновал свое решение тем, что Китай находился в нестабильном состоянии, а его руководство полностью отвлеклось на решение внутренних проблем. Между тем японцам в любом случае было чему поучиться у китайцев. Официальные отношения между Японией и Китаем восстановились в период Камакура. В XIII веке предпринимались пробные шаги в этом направлении. Не исключалось расширение неофициальной и частной торговли с материком в формах, больше напоминавших набеги пиратов и других морских разбойников. Можно предположить, что подобные действия послужили поводом двух предпринятых монголами попыток нападения на японские острова в 1274 и 1281 годах. Обе попытки провалились, причем вторая из них после трагической гибели армии от ураганного порыва Камикадзе, или так называемого «священного ветра», в котором японцы увидели тот же промысел божий, что и англичане в штормах, разметавших корабли испанской великой армады. И эти исторические факты сыграли решающую роль в укреплении веры японцев в собственную непобедимость и величие собственной нации. Официальным поводом для своих походов на японские острова монголы назвали отказ японцев от признания их притязаний на наследие Китайской империи и намерение получить с них дань. Фактически из-за этого конфликта еще раз разрушились недавно восстановленные отношения с Китаем. Их восстановление приходится на период правления династии Мин. К тому времени репутацию японцев как пиратов признали все их соседи. Они бороздили воды Азиатских морей вдоль и поперек точно так же, как Дрейк и его подельники бороздили воды Карибского моря. Они пользовались поддержкой многих феодалов Юга, а сёгуны практически не могли контролировать их действия, даже когда им этого хотелось или требовалось ради улучшения отношений с китайцами. Свержение сёгуната Камакура в 1333 году послужило поводом для мимолетной и провальной попытки возвращения реальной власти императору, ограниченной, когда представители кланов продемонстрировали свою военную мощь. В последний период ни сёгуны, ни император зачастую не обладали надежной властью. До конца XVI века Японию практически без перерывов терзали междоусобные столкновения. Однако все эти политические невзгоды не помешали консолидации японских культурных достижений, остававшихся на протяжении столетий, блестящим, переходящим из века в век зрелищем, всё ещё определяющим японскую жизнь и отношения между людьми даже в индустриальную эпоху. Эти достижения — свидетельство способности творческих личностей к заимствованию и адаптации особенностей наземных культур без ущерба собственной культуре. Даже в начале исторической эпохи, когда главенствующая роль искусства династии Тан в Японии предельно очевидна, её мастера творчески переработали сюжеты, заимствованные и, казалось бы, чужие для них. Уже в первом из великих периодов японской высокой культуры, то есть в восьмом веке, эта тенденция просматривается в японской живописи и поэзии, написанной на японском языке, хотя японцы на протяжении ещё многих веков писали труды по искусству или науке на китайском языке. Тут дело касается чего-то вроде статуса, долгое время принадлежавшего латыни в Европе. В это время, и ещё больше на максимальном подъёме господства Фудзивара, японское искусство, кроме религиозной архитектуры, представляло собой, по сути, придворное искусство, сформированное в условиях существования двора, а также трудами и развлечениями относительно узкого круга творцов. Оно было абсолютно непроницаемым для мира обычных людей Японии, так как использовало уникальные материалы, освещало закрытые темы и применяло редкие стандарты. Великое большинство японцев никогда даже не видело произведения того, что можно теперь назвать первым большим взлётом японской культуры. Крестьяне ткали полотно из пеньки и хлопка, их женщины, скорее всего, никогда не касались шелков богатых расцветок, обычных для дам двора. Тем более японскому крестьянину не дано было осознать психологические сложности утончённого романа и её сиятельства Мурасаки, повесть о Гэнзи, содержащего исследования, столь же востребованные, как романы Марселя Пруста, и практически такого же длинного. Такое искусство было адресовано элите, обособленное от общества стенами роскошного дворца. Оно выглядело красивым, совершенным, тонким и иногда хрупким, иллюзорным или фривольным, но в нём уже нашлось место для эмфазы, которое предстояло войти в традицию Японии своей простотой, благочинием, безупречным вкусом и любовью к природе. Культура двора Хэйян вызвала критику со стороны предводителей провинциальных кланов, которые видели в ней волнующее и разлагающее влияние, которое подрывало самостоятельность придворных вельмож и их преданность собственным кланам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...